...что сегодня не будет, куда вы пришли и так далее. Чтобы нам знать, что вам рассказывать. Лендинг с конверсией до 40%. Лендинг с конверсией. Знаешь, это тема? Ну да. Так, смотрите, а вы сейчас участвуете в интенсиве. В наставничестве, да? Ну, вы интенсив прошли, я имею в виду. Сейчас пойдете на коучинг. А денег кто-нибудь уже заработал? Лендинги кто-нибудь уже делал? А конверсию как-нибудь больше 10% есть? 8. А больше 10% есть? А кто хочет больше 10% конверсии? А кто не поднял руки, сколько вы хотите? Они хотят 20%. Так, смотрите, давайте тогда мы сегодня вам, смотрите, расскажем про то, как сделать лендинги с конверсией, там, больше 10, 20, 30%. Все зависит от того, насколько вы будете точно выполнять инструкции, которые мы вам дадим, и зависит от того, насколько вы будете включать голову. Вот, но и про это мы еще попозже расскажем. Меня зовут Артем Попов. Наверное, вы уже не... Да, мы непосредственно... Сложилась такая ситуация, что большинство лендингов, которые показывают на интенсиве коучинге, и это наши лендинги, которые мы там делали для своих клиентов. Поэтому мы, грубо говоря, у нас есть сейчас понимание, как в современных реалиях говнолендингов зарабатывать хорошие деньги, делая нормальный качественный продукт, на котором не стыдно будет что-либо купить. Ну, короче, всем понятно, куда вы попали? Отлично. Давайте, наверное, начнем с того... Вообще, расскажите, у кого уже есть лендинги, у кого уже какая конверсия. Давайте мы их, наверное, рассмотрим, мы их разберем. Да, давайте, назовите. Сайт, адрес. Меня зовут Игорь. Угу. Дизайн-конверсий. Мобильный сайт. Маркетинг. Срэйл. А. Наберите, пожалуйста. Давай, да, сейчас пока наберет. Давайте приговорим по правилам. Все отключаем мобильные телефоны. Как-то мы это вначале упустили. Угу. А кто будет убивать? Вот сейчас убьют. Давайте. У кого звонит телефон, тот сразу на выход. Поэтому отключаем. Вот. По поводу того, насколько вообще вам это нужно. Все понимают, насколько важна та информация, которая будет сегодня озвучена, какую вообще она ценность может принести. Давайте вообще с вами рассмотрим, я думаю, наверное, в формате такой таблички небольшой. Да, давай сразу об этом расскажем, потому что для понимания, код сейчас есть, наверное, ну, вроде нам сказали сделать сайт или лендинг, ну, надо делать. Да, и мы пришли для того, чтобы понять, как это сделать. Но, на самом деле, суть лендинга в онлайн-бизнесе достаточно, ну, просто. Это актив. То же самое, как у вас есть офлайн, это какой-нибудь магазин, в интернете это лендинг. Поэтому мы рассматриваем лендинг с точки зрения актива в бизнесе. Давайте рассмотрим еще вариант такой. Вот первый вариант то, что у вас есть говно-лендинг. Их в БМ так называют. То есть лендинг с херовой конверсией, которую вы сделали как-то так, на кривую руку, быстро, с другом-программистом, которого вы кормили едой, для того, чтобы он вам делал лендинг. Либо, наоборот, программист кормил вас едой, чтобы вы сами делали лендинг. Какая конверсия среднестатистическая, как вы думаете, у начинающего БМ-овца? Один, два, четыре, это слишком загнули. Среднестатистическая конверсия 3%. Ну, такая, понимаете, есть разные ниши. Есть ниши с большими чеками, и там конверсия 3%, это хорошо. Есть ниши с маленькими чеками, и там конверсия бывает 10%, и это бывает мало. Но среднестатистическая это 3%. Смотрите, лендинг конвертирует в заявку. Он может конвертировать только в заявку. Все остальное, это уже работы менеджеров и так далее. Как вы думаете, вот если вы сегодня нас послушаете, ну, мы с вами сможем добиться конверсии хотя бы 6%. Кто верит в 6% конверсию лендинга? Ну, сколько тут пишем? Давайте напишем 6%. По тому, сколько вообще это принесет вам денег. Сколько кликов вам сказали сделать вообще? Сколько кликов в день? Вам говорили про Яндекс.Директ, что-нибудь рассказывали, нет? Вообще, знаете, что такое Яндекс.Директ? Или так? В общих чертах. Ладно, в общих чертах, я думаю, будет достаточно. В общих чертах, смотрите, ну, вам скажут, короче, вам будет задание сделать Яндекс.Директ. Вам нужно будет сделать минимум 100 кликов. На каждой на свою нишу. Тут все с нишами определились уже. Каждый на свою нишу делает минимум 100 кликов. Соответственно, тут будет 3 заявки в день. С этого лендинга будет, соответственно, 6 заявок в день. Также вам скажут то, что нужно сделать так, чтобы вы зарабатывали как минимум 2000 рублей с одной транзакции. С одной продажи. Чтобы вы как минимум двушку себе в карман клали с каждой продажи. Соответственно, в день вы тут будете зарабатывать 6000 рублей в день. Тут, соответственно, это будет 12000 рублей в день. Это пока понятно? Вопросы есть какие-нибудь, нет? Окей. Смотрим дальше. Это у нас, получается, дельта между 6 и 12, у нас получается 6000 рублей. У нас в году 365 дней. Получается, умножаем 6000 рублей. Умножаем на 365. Получается, там, миллион. Ну, почти двушка. Это вот к вопросу о том, вообще, стоит ли сейчас слушать, стоит ли сейчас записывать, внимательно относиться и ко всему еще, что сейчас здесь происходит. Понятно? То, что цена вопроса сейчас, по сути, около 2 миллионов рублей в год. И мы взяли такой минимальный расклад, потому что, на самом деле, тут может быть вообще не 6%, а 26. Соответственно, тут у нас будет, умножаем все это еще на 4. Ну и так далее. Бывают ниши, там, где 2 миллиона, теряются одной сделки. Понятно? Так, вообще, вы знаете, что такое лендинг-пейдж? Вы вообще, куда пришли? Кто знает, что такое лендинг-пейдж? Кто не знает, потому что, если такие есть, то это печально. Ну, надо их сказать, наверное. А давай, знаешь, в каком формате сейчас? Мы послушаем, какие у вас вопросы вообще есть. Запишем их. Что вы хотите. То есть, у нас есть какая-то определенная программа, по которой мы сегодня будем вести. Но мы хотим сейчас послушать от вас пул вопросов. И мы это запишем, чтобы посмотреть самые наболевшие вопросы. И дальше на них ответить в течение нашего сегодняшнего семинара. Да, просто мы привыкли вести на аудиторию, там, знаете, для мастер-группы, для тех, кто уже в коучинге, ну и так далее. То есть, для людей, которые уже более-менее в теме. А так как у вас, как бы, сейчас только самый старт, поэтому нам надо, может быть, рассказывать вам, на наш взгляд, очевидные вещи. Но для вас очень важные. Поэтому сейчас 10 человек озвучат основные вопросы, с которыми они пришли. Что они вообще хотят получить от семинара? На какие сложности, боли у них возникли во время непосредственно создания посадочных страниц и их запуска? Давайте по рукам, давайте вы рассказывайте. Только давайте в течение, там, 30 секунд конкретный вопрос, что вы хотите узнать? Ну, более карты, чем мы узнаем. Угу. Структура лендинга, правильно? Да. Окей. Дальше. Если много товаров, и на лендинге, как правило, там несколько основных автоматизм. А если вот это, например, те же часы, где водитель, там, и все, да, то как? Да, правильный вопрос, хорошо, отлично. Давайте дальше. Сейчас, пожалуйста. Сейчас, пожалуйста. Угу. Угу. То есть, правильно ли я понял, что разная целевая аудитория, и под эту разную целевую аудиторию делать ли отдельные лендинги, либо один? Окей. Угу. 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 Хороший вопрос. Понятно. Давайте будем дублировать, потому что у нас там регион не слышат. А в нише дизайн интерьер, что лучше, лендинг или сайт? И вообще, наверное, у многих такой вопрос, а что лучше, лендинг или сайт? Для чего я вообще должен делать лендинг, да? Да. Длинный или короткий? Длинный или короткий? Девушки, как вы ответите на этот вопрос? А, пиши, вопрос был из зала, длинный или короткий? Давайте. То есть, вопрос такой, соврали ли нам на интенсиве или нет? Нужны ли ссылки на лендинге или нет? Правда, лендинги сейчас работают? Нет. Так, что? Ссылки нужны ли на лендинге? Ссылки на дополнительные ресурсы и так далее, да? Вот вы любите херачить ВКонтакте, Фейсбук, Твиттер, Одноклассники. Вы знаете, бывают такие кадры, у них лендинг. Вообще, а то снизу там два ряда вот этих вот значков дополнительных ссылок. Мы ВКонтакте, мы на живом журнале, мы в Фейсбуке, мы в Однокласснике. И знаешь, что самое интересное, то прежде чем сделать лендинг, человек, не знаю, 3 часа 3, чтобы зарегистрироваться на всех этих площадках в Твиттере и так далее. Как совмещать интернет-магазин или промо-страницу? Окей. Как совмещать интернет-магазин или промо-страницу? Ну, да. Конкретный алгоритм что делает, да? И какие цвета должны быть, какая структура должна быть. Что даст большую конверсию? Средства? Ага. Взовем вопрос, боги конверсии. Боги конверсии. Ага. Давайте. Какой анализ можно применять? 90% людей, которые создали лендинг, он вроде заявки приносит, вроде все классно, колесо дисбаланса раскручено. Вы знаете, да, что такое колесо дисбаланса? Вам рассказали? Нет. Рассказали. Но никто почти не считает показатели. Никто не считает конверсию, никто не считает вторую, третью, четвертую конверсию. Хорошо, да, аналитика, да, наверное, объединим это все? Ну, аналитика и воронка продаж. Ага, хорошо. Если есть основной сайт, для его оптимизации входит с он, то есть, как LB, или IndicPage, он скорее для контекстной франции, чтобы загонять. Вопрос. Самый на IndicPage не стоит вообще выдвигать лендинг? Да, хороший вопрос. Стоит ли делать с ним оптимизацию на лендинг? Да, то есть, крутой вопрос. У нас даже на этот вопрос есть крутой кейс. Мы сами недавно охерели просто, вам расскажем. Это вот к вопросу блоги конверсии. Давайте вопросы, которые напрямую повлияют на результаты, которые не совмещаются. Да, давайте. Сколько раз подробно дал вам интересание в студии? О, сколько информации. Количество, вопрос из зала, количество текста на лендинге. Мне напоминает такую телекередачу. Да? Я ведущий. Итак, кто у нас самое слабое звено? Короче, как работать с нормальными ребятами? И как определить, есть ли вообще эти нормальные ребята, и как они выглядят? Да, самый больной вопрос, где же брать тех, кто это все реализует? Я не как сказать, что больные, а где же их классно? Ага. Угу. Дальше давайте. В принципе, у нас один из вопросов. Ну, давайте по наболевшим, да. Это вопрос в лоб. Сейчас все такие, да он куплен по-любому. Я специально пришел, чтобы задать этот вопрос. Окей, давайте дальше, следующий вопрос. Давайте, кто будет задать глупый вопрос, а тот будет выходить. Да, давайте, по-серьезному. Время у нас мало. Ну, это вот сюда вот. Какая ниша? Ну, это больше вопрос к выбору ниши. Что актуально, что... Потому что на лейнге можно продавать все. Вы хотите, чтобы мы тут ночевали? Мы это можем. Вы хотите, чтобы мы тут ночевали вместе с вами все? Смотрите, а... Я по... Ага. Давайте, если это останется время. Потому что, ну, у нас сегодня про лейдинги, мы можем долго рассказывать, но у нас сегодня здесь ограничено времени, поэтому... Угу. У нас руки в этом связаны. Давайте по одному подождите. Основные третики обо-тестинг. Как в школе, в первую очередь, в голову, или... Ага. Сюда кнопочки. Понятно. Давай обо-тестинг, ладно. Обо-тутинг. Приковорим. Да, да, да. Обо-тестинг. Это вам Дашкиев, да, внедрил в голову про обо-тестинг? Ага, давайте. Я понял, окей. Ага. Дальше. О, крутой вопрос, наконец-то он прозвучал. Как продавать оптом в розницу и продавать услуги, это как, их одинаково продавать или нет? Да, интересно это? Да, очень интересно. Очень интересно. Только. Так, есть еще? Раздавайте последние три вопроса и будем приступать. Да. Это... К вопросу длинный или короткий. Да, к вопросу длинный или короткий. Нет, а то расскажем. Что еще? Все, вопросов больше нет. Если вопросов нет, супер. Давайте, наверное, в каком формате мы работать будем? Так как сейчас у вас, как я понял, нет вообще в голове сформированного никакого понимания, что вообще нужно делать. Поэтому будем работать в формате. Я буду рисовать здесь. Вы будете рисовать в тетрадках своих. Или там... В тетрадке у всех есть. Листочки, там где рисовать. Отлично, супер. Вы будете рисовать в тетрадках, и у каждого в конце занятия на выходе будет примерная структура его лендинга. То есть будет примерное ТЗ, готовое процентов на 50, даже может быть на 80 у кого-то, с которым можно будет идти, отдавать его, и вам сделают лундоз. Окей? Да, здесь давайте будем работать в формате без воды. То есть конкретно будем рассказывать по пунктам. Вы будете там 3 минуты на проработку этих пунктов сразу же. То есть смотрите, все вопросы в конце. Сейчас сначала мы рассказываем, вы слушаетесь. Давай, я думаю, по кейсам пройдемся, быстро покажем там пару лендингов, какая конверсия и так далее. Ну, давай, да, давай. Можно лендинги вывести? Это вот лендинг, один из последних делали. Лендоз для хостела бизнес-молодости. То есть до этого конверсия стремилась к одному, к единице. Вот, сейчас конверсия там порядка 20%. Что вообще ключевое было конкретно сделано? Были поменены заголовки, и был переработан дизайн, и были добавлены несколько важных вещей, про которые мы сегодня расскажем. Пролистайте вниз, покажите вообще, что тут, что за работа, вообще, что за лендинг. Да, то есть, как вы понимаете, конверсия увеличилась в 20 раз. Что довольно-таки. Что довольно-таки неплохо. А как было, есть ли? Нет. Нет. Ну, у них нет в интернете уже этого. Они убрали что-то. Давайте следующий. Это следующий. Это, наверное, уже все видели, все это знают. Ну да, это достаточно такой, одна из первых работ, но, в принципе, она по копирайтингу, по структуре достаточно сильная. Конверсия здесь порядка... 10%. Но здесь большой чек, и тут есть даже за... Сколько за миллион, да? Да, за 989 тысяч. И, ну, пару лидов, сколько там, два лида купила за такую сумму. Окей, давайте, следующий. Это опт. Это видели, нет? Нет? Кто-то видел, кто-то нет. Это вот по оптовой продаже. Очень крутая технология. Расскажем сегодня, как продавать оптом. Ну и так далее. Здесь конверсия... До 31-го. До 31-го, да. То есть, опять же, сейчас актуальность конверсии... Ну, сложно сказать, потому что клиенты, они сами по себе дальше развиваются. Но на тот момент, когда мы ввели как-то проект, конверсия была там около 30%. Можно называть сайты? М-м... Бэм-хостел.ру А, давайте сразу... Хотим записывать. Давай, да. Хотим сказать сразу об одну вещь. То, что сейчас, да, у нас там трансляция идет на регионы, здесь... Есть одна очень вещь, она такая печальная... И веселая очень. И веселая, да. Многие из вас самые такие умные, кто... Ладно, будем хорошими словами выражаться. Берут и копируют наши работы. Какие здесь просто есть варианты? Первый вариант, вы делаете подобный лендинг, все хорошо, но карма вас настигает в течение месяца, полутора, и мы это узнаем. И тогда для вас становится очень плохо. Потому что мы с такими людьми разбираемся через суд, и дорога в Бэм для них закрыта. Это первое. Второе, то есть, есть люди, которые, знаете, даже умудряются главную страницу нашего лендинга скопировать, который у нас назначен просто как заглушка и все. Это тоже смешно смотреть. Поэтому смотрите, ну, как бы, можете делать, можете не делать, но итог он очевиден. Просто, ну, поэтому не советуем ни с кем там связываться с Бэм, да, связываться с нами, с точки зрения всякого копирования наших лендингов. Давайте дальше. Вот тоже одна из последних работ, тут до 20%, конечно, пролистайте, покажите. Да, то есть, мы здесь комплексно делали. Сейчас у них где-то в день порядка 11-12 заявок и 3-4 звонков. Это каждый день. Средний чек тут бывает дней, средний чек 18 миллионов. То есть, здесь просто банковские гарантии, они имеют порядка, там, 3% с оборот. Но средний чек одного лида, там, от 7 до 18 миллионов. Не, бывает дней, средний чек 500. Да. То есть, бывает дней, средний чек 18 миллионов. То есть, я это к вопросу о том, какова там цена ошибки, да? Давайте дальше. А это пролистали уже? А можно в слух название ставить? А вон на доске пишет. Не видно? Tgmf.ru Tgmf.ru Slash info Slash welcome Да, регионам показать, чтобы видели. Окей, давайте дальше. Вот этот лендинг нас удивил. Вчера, да? Да, вчера. Нам просто, мы были на встрече, нам сказали, что этот лендинг, он оказывается, там, третий все оптимизации. Он вылез на третьем месте, вообще, без директа, он вылез на третьем месте в SEO. По запросу школа поигрывающих искусств. Количество запросов в месяц, порядка 2500. Ну, это достаточно нормально, с учетом того, что это один экран. С учетом того, что тут школа поигрывающих искусств употреблено, там, два раза всего. Это к вопросу, опять же, да, можно ли делать SEO или нет, непонятно. Да, какие-то лендинги вылезают, какие-то не вылезают. А этот лендинг, вообще, он даже никак для этого не был заточен. Как вы видите, лендинг в один экран. Но, тем не менее, сейчас третье место в Яндексе по запросу по SEO-оптимизации. Конверсия здесь порядка 14%. 14-13. Давайте дальше. О, вот это вот. Короче, это лендинг по продаже шуб и соболя. А тут шуба продается, там, от одного миллиона рублей. Там, один, там, два, три, десять миллионов рублей за шубу. Вот. У этого лендинг конверсия, на самом деле, я вам сейчас не скажу, потому что я пока не знаю. Он недавно только запустился. Ну, он недавно запустился. У меня есть предположение, что процент с 15, наверное. И для чего мы его показываем? Для того, чтобы вы видели пример, что, как, к примеру, продается дорогие вещи. Ну, вы видите дизайн. То есть, дизайн соответствует тому, чтобы купить шубу, там, от миллиона рублей и выше. Давайте дальше. Это BM Hostel раздел о партнерах. Вернее, партнерам. То есть, это раздел для ловли партнеров BM Hostel. Вот. Тоже коротенький лендинг. Но здесь именно мы потом разберем заголовки. Потому что здесь заголовки очень хорошие. Да. Дальше. Дальше у нас все. Да, дальше все. Окей, вот такие, там, небольшие работы, кейсы. Поэтому давайте сейчас по этим лендингам будем подробно идти. По той причине, что многие из вас еще не знают, да, до конца, что это и с чем это все едят. Поэтому будем рисовать и на мониторе это все показывать. Да. Это все успели записать? Точно? Отлично. Это всегда есть человек, который не успел, а он в конце кричит. Нет! Так, ну все, вы у партнеров своих, у соседей спишите. Так, все, все берем листочки, давайте погнали. Первое. Давай, знаешь, еще чуть-чуть в сводной части. Смотрите, здесь мы сейчас с вами будем делать ТЗ. То есть техническое задание. Поэтому возьмите нормальный листочек, потому что это вы потом перепечатаете в Word, потом в программу, в которой мы вам расскажем, где делать ТЗ. И на основании сегодняшнего занятия вы сделаете ТЗ, который можно будет отдавать уже на работу, там, дизайнеру и программисту. Угу. То есть не надо писать на обрывках туалетной бумаги. Кто с собой взял, да. Смотрите, первое, логотип. Логотип, это, знаете, такая больше статусная вещь. Если он у вас есть, это хорошо. Если его нет, это тоже не страшно. Как бы просто вот, это вот страничка. Это вот наша страничка. Это тут логотип обычно. Под ним располагайте дескрипт. Да, по логотипу, смотрите, опять же, если у вас нет логотипа, это не значит, что вы сейчас должны сидеть неделю придумывать логотип. Да, придумывать логотип. Представать его в пейнте. Потом звонить друзьям, дизайнерам, они вам будут представить 100 вариантов. А сначала еще перед этим показать 10 друзьям, понравится или нет. Да, ну короче, бывает просто ребят, которые 3 месяца делают логотип, без него не запускаются. Это не должно быть. Здесь даже если у вас нет логотипа, любой простой логотип подойдет, там вам за 500 рублей его сделают. Угу. Нет, следующий идет дескрипт. Все знают, что такое дескрипт? Скажите, что такое дескрипт? Тут есть второгодники у нас. Кто же давно на кого-то... Отличники такие. Дескрипт – это описание того, чем конкретно вы занимаете. Давайте вот на примере, наверное. Да, давайте сразу показывать примеры. Ну давайте акватренер лучше. Давайте акватренер откроем. Выше, выше, да. Вот. Обучение плаванию. Все четко понятно. Что можно добавить? Можно добавить, что это обучение плаванию в Москве. Давайте вот, допустим, там бижутерия. Опять же, смотрите, формат сейчас такой. У каждого из вас есть ниша. Мы сейчас это все приговариваем. И вы пишете себе дескрипты под вашу нишу. Окей. Интернет-магазин, бижутерия, аксессуар. Отлично. Давайте дальше. Токеров правее, да. Финансирование госконтрактов по всей России. То есть четко понятно, чем занимаются, где занимаются и что еще делают. Эти Будакан. Вот. Школа боевых искусств номер один в Москве. Понятно, что человек куда попадает? То есть на дескрипт люди смотрят в первую очередь и понимают, если туда они попали или не туда они попали. Сейчас задача каждому написать дескрипт для своей ниши, для своего ланда. Давайте за минуту вы должны это сделать. Да, давайте, да. Формат такой. Минуту вы пишете сами. Потом мы это приговариваем. Дальше мы говорим, как это нужно сделать в действительности. И вы потом финально завершаете. Вот. Формат работы такой. Нужен, смотрите, один человек, кто будет вести тайминг. Кто это? Тян, давай ты, Маш. Да, давай. Минуту сейчас на то, чтобы каждый сделал дескрипт для своей ниши. Как вы думаете, как вы знаете, как вы видели, а потом уже разберем некоторые примеры. Давайте, время пошло. Дескрипт должен отвечать на вопросы «что?». Дескрипт должен отвечать на вопросы «где?». Это вот два ключевых вопроса, на которые должен отвечать дескрипт. Что вы делаете и где вы это делаете? И дескрипт должен быть так или иначе обобщенным. То есть, обобщенным о всей непосредственной деятельности на этом лендинге в целом. Мне нравятся лица, глаза некоторых людей. Борис, возьми меня вот этаж. Так, что там? Давай, может, 30 секунд? Давайте, три человека. Давайте, вот вы, да, вот вы. Вы, да. Нет, вот перед вами. В зеленый майк? Вот да, вы, да. Вы хотели отсидеться? Давайте, вставайте, рассказывайте, называйте свой дескрипт. Интернет-магазин автомобильных запчастей в Москве. Интернет-магазин автомобильных запчастей в Москве. Хорошо, то, что интернет-магазин автозапчастей. Не автомобильных запчастей, а лучше автозапчастей. В Москве тоже хорошо, но нужно сказать, что, допустим, с доставкой по всей России. Или там с быстрой доставкой по всей России. Или с бесплатной доставкой по всей России. Чтобы было четко понятно, вообще, как бы, где, ну и куда. Вот, давайте напишем, как еще куда. Ага, давайте еще кто. Да, важно понимать, опять же, что много текста не нужно делать, потому что иначе это будет с точки зрения дизайна некрасиво. Да, давайте вы. Он рассекляется. Прощается молекула. Вы понимаете, что на это есть спрос вообще? Ладно, давайте без лирики, давайте конкретно. Ну, просто честно, не совсем понятно, что это. Это когда спрашивают, о чем ты занимаешься. Ну, ты знаешь, вот здесь так, здесь так, здесь так. О чем ты занимаешься? Здесь тоже самое. Я бы сделал как? Интернет-магазин, наверное, если у вас интернет-магазин. вот этих вот дезинтегрирующих камер. Услуга. А это услуга? Услуга. Сеанс флуатинга. А, флуатинга. А, знаешь, да, что это такое? Ну, я как бы слышал, ну, то есть там сеансы флуатинга там в Москве. Тогда, наверное, это как-то назвать, может быть, салон. Салон, да. Я не знаю, или лаборатория этого флуатинга, там номер один в Москве. Продажа камеры. Продажа камеры для флуатинга. Продажа камеры для флуатинга в Москве, либо всей России. Понятно. Если человек не знает, он вас не купит, что это такое? Он не попадет к вам на сайте, если он это не знает. В дескрипте это не объяснишь. Конечно. Это дальше объясним. Да, давайте вы. Студия дизайна интерьера в Москве. У меня вопрос, нужно ли слову студия, если ребенка дизайна интерьера в Москве, как лучше? Студия по дизайну интерьера в Москве и области, допустим. И в Московской области, МО. Еще есть кто-нибудь? Магазин детской одежды. Что? Магазин детской одежды от нуля до трех лет. Непонятно. На вопрос, где и куда он не отвечает. Он на вопрос отвечает, что интернет-магазин детской одежды для детей от нуля до трех лет. И потом второе предложение. Быстрая и бесплатная доставка по всей России. Понятно? На вопрос, где, тоже очень важно. Потому что человек заходит, может быть, вы на Магадане вообще, да? Оформление виз и мультивиз в Европу. Ты понял? Оформление виз и мультивиз в Европу. Смотрите, у вас будет круто оформление виз и мультивиз в Европу за 15 минут. Или за 20 минут. Или за 3 часа. Сразу в дизкрипте это прописать. Опять, сейчас мы его так вот накидываем, дальше вернемся, ну, следующий шаг это будут заголовки и еще к дизкриптам вернемся. То есть, смотри, дизкрипт, он не должен быть большим. Потому что если у вас заголовок, то у вас слишком это будет занимать много места. А когда слишком много места в первом экране, слишком перенасыщенно, то конверсия ниже. Давайте еще, давайте два человека. Опять же, если, смотрите, здесь какая вещь. Если вы пускаете конкретно целевой трафик, целевой трафик это, к примеру, если ищут оффсетная печать. Вы на запросе Яндекса оффсетная печать делаете объявление и по этому объявлению переходит, да, там, оффсетная полиграфия в Москве как раз. Но, смотри, если у вас какие-то общие запросы, надо общие писать, допустим, типография, не полного цикла, наверное, а любые услуги, там, по типографии, любые типографские услуги в Москве и области. Потому что вот такое, общее должно быть. Но идеальная модель это не сшивание, естественно, об этом мы еще поговорим. Окей, по дизкрипту понятно. Больше не будем разбирать. Второе. Телефон. Телефон должен быть, если вы работаете по Москве и области, то он должен быть, там, 495 или 499. Сотовые телефоны ставить не нужно. Доверие это у людей не вызовет. Если вы работаете по всей России, то должен телефон быть 8800. 8800, кто не знает, это телефон, на который звонишь и бесплатно. Отдельный лендинг для Москвы и отдельный телефон для Петербурга на отдельном лендинге. То есть, она на лендинге... Не надо, не надо кучу номеров. Вы любите. Есть люди у нас, они 4 номера вот так вот указывают. Это вообще не нужно делать. Вы человеку... Понимаете, вы людям даете дополнительный выбор. Он должен выбрать, на какой телефон позвонить. Ваша задача на лендинге сделать так, чтобы человек зашел вот на него и как с горки скатился вниз и оставил заявку. То есть, чтобы вообще ничего не отвлекало, чтобы его ничего не мешало, чтобы не было никаких нелишних слов, нелишних картинок, вообще ничего. В данном случае, опять же, если у кого-то там 3 города и больше, то просто покупаете номер 8800 и пишете звонок по всей России бесплатно. Если 8800, что пишем? Звонки? Допустим, можно сказать, звонки по РФ со всех телефонов. Бесплатно. Сейчас, подождите. Давайте, смотрите, вы это все записываете сразу себе в ТЗ, чтобы сегодняшнее занятие для вас не прошло впустую. Ребята, у меня, в общем, такая ситуация, в 2 месяца задание электроходов, и нужна конверсия нормальная, и у меня всего один звонок по номеру телефона, чтобы я его дал, правильно? Нет. Нет. У него большой красивый номер телефона, все... Нет, неправильно, это вопрос. Во-первых, это вопрос, я не понимаю, к чему он. Вопрос в конце вся, тем более такого характера. Смотрите, да, то, что это надо делать, это надо делать, и это не обсуждается, вот то, что мы сейчас сказали. Нет. Хотите сюда выйти? Нет. Ну, садитесь. Смотрите, дальше, под телефоном. Должен быть адрес, либо адрес, либо кнопка «закажите звонок». То есть, по-разному. Мы сейчас пишем адрес. Кнопку «закажите звонок» мы сейчас перестали использовать. Потому что, ну, реально звонки, как у нас, как правило, вообще не заказывают. Если вы тут пишете адрес, это же опять повышает доверие людей. То есть, они понимают, что это какая-то организация, у нее есть там адрес, к ним вот можно прийти вот, там, по такой-то улице, в такой-то офис, и там, может быть, в такое-то время. Поэтому мы, как правило, тут пишем адрес. Ну, поставьте домашний адрес. Или вы под мостом. Поставьте домашний адрес. Опять же, смотрите, если... Все зависит потом, что будет на выходе. Можно указать время работы, если, к примеру, у вас там один телефон, и у вас нет кнопки «закажите звонок». Можно указать еще почту, если у вас нет кнопки «закажите звонок». Но если, к примеру, есть кнопка «закажите звонок», то, к примеру, там можно только адрес. Если вы все будете пихать, то это будет слишком уже насыщенно. Плюс текст в кнопке и пишите всегда в повелительном наклонении. Закажите звонок. Это тоже важно. Все позывы на лейнинге должны быть написаны в повелительном наклонении. Закажите, узнайте, позвоните, посмотрите, прочитайте. Понятно? Это очень важно. Это понятно? Все. Это вот первая часть с нее. Это вот шапка. Это называется шапка. Откройте, да, Ленин. Давайте сразу. Давай BM Hostel. Давай BM Hostel. Вот. Тут первый дом предпринимателей, но это пожелание непосредственно самого заказчика. Телефон и адрес. Вот шапка, вот она. То есть, смотрите, к примеру, вот если бы здесь еще была кнопка «закажите звонок», то она была здесь лишняя. Потому что сейчас вот все гармонично смотрится. А если бы еще была бы кнопка, то слишком уже внимание бы отвлекалось. Сейчас все внимание только на одну кнопку. Забронируйте там, забронируйте номер. Понимаете? Вы должны чувствовать потом на выходе, что у вас получится. Да. Там вода, если бы вы указывали квартиру, это нормально. Это же хос. Это хос. Вот здесь есть свой адрес указан. Нет. Когда, если вы придаете... Чищий офис, знаете, да. Мы начинали, когда я жил в общагище, мы продавали небесные фонарики. Я помню, я писал «офис 718». В этом офисе жил я и три моих соседа по комнате. На двухъярусных кроватях, наверное. Да, были двухъярусные кровати, когда к нам приезжали забирать там фонарики или там, ну, самовывозом некоторые люди ходили, хотели. Мы их всех отправляли там, ну, вот дом был, да, вот был тут вот вход в общагу с этой стороны. С этой стороны были реально какие-то офисы. Мы их отправляли сюда, но некоторые люди как-то попадали в общагу к нам, ну, проходили. И нам приходилось с ними отдавать им фонарики непосредственно там вот на КПП, ну, как это называется, на проходной. В общем, у них были удивленные лица, а почему тут так много каких-то студентов, почему тут вообще тут общежитие? Нет, ну что тут офис, просто много людей ходит. Следующее, очень важно, это заголовок и подзаголовок. Давайте откроем постел. Вот, что такое, что должно быть в заголовке и в подзаголовке? Вот, должно быть сформировано УТП, должно быть сформировано уникальное товарное предложение. Помимо УТП должна быть показана конкретная деятельность, конкретика должна быть, конкретно чем вы занимаетесь. То есть тут вы в общем говорите, тут вы говорите более конкретно. Конкретно без воды в заголовках должна быть ценность. Ценность для человека, который заходит на лендинг. И эта ценность, она должна быть, ну, для него там в 10 раз больше, чем у вас цена на сайте. Вы должны в заголовках показать выгоду. Это вот очень важный момент, который дает там громадную конверсию. Вот в МХостел, по сути, что мы сделали? Мы заголовки поменяли и дизайн поменяли. То есть конверсия в 20 раз увеличилась. То есть вы понимаете, вот может быть даже не в дизайне дело было, может быть дело было в заголовке. То есть, ну, реально вот это вот в заголовке, по большому счету, это 50% от успеха вашего лендинга. Но дизайн это вторые 50%. Дизайн это, да, и структура это вторые 50%. Должна быть выгода, должно быть сформировано уникальное товарное предложение. И должна быть какая-то конкретика. Вот как на примере этого хостела. Давайте, да, сначала с хостела и потом пройдемся по всем лендингам. Европейские хостелы в 10 минутах от Кремля. Как бы конкретно показано УТП, конкретно показано, куда я попал. Второе, живи в центре Москвы за 650 рублей в сутки. То есть, показана прямая выгода. То есть, смотрите, что здесь, вот, становимся на место клиента. Как, вообще, как писать заголовки, как писать копирайтинг? Как это делаем мы? Мы становимся на место клиента, который хочет купить тот товар или услуг, который мы пытаемся продать на лендинге. И мы понимаем, что бы для нас, какая ценность для нас была бы, если бы мы прочитали это все. В данном случае мы становимся на место, окей, хостел. Вот, следите за логикой мышления, как там, к примеру, писать копирайтские заголовки. Хостел. Так, какие у меня есть сомнения? Первое, что там какой-то бомжатник, да, что там куча неадекватных ребят, что там, блин, много клопов и так далее, что какой-нибудь таракашка ночью тебя за пятку укусит. Дальше, какие еще есть сомнения, что, ну, где-то в непонятном месте это все находится. Ну, это логика какого-то нормального человека. Идеально, если вы начинаете писать те же заголовки, то вам нужно, там, вот эти все боли спросить, там, у десяти, там, хотя бы клиентов, у десяти человек вашей целевой аудитории, на которую вы делаете лендинг. И они вам скажут все боли. И уже в зависимости от этих болей писать заголовки. В данном случае, что мы сделали? Европейский хостел в десяти минутах от Кремля. Какие здесь возражения сразу же человеку закрываются? То, что европейский хостел, это уже не какое-то там говно, да, где-нибудь, где, там, какие-то тараканы и так далее. Уже первые возражения снимаются. В десяти минутах от Кремля. То, что человек сразу понимает, это центр, десять минут от Кремля. Ммм, круто. Дальше, живи в центре Москвы за шестьсот пятьдесят рублей в сутки. Дальше человек думает, а, шестьсот пятьдесят рублей в сутки. Живи в центре Москвы. В десяти минутах от Кремля. Нифига себе. Понятно. Понравите логику? Логика понятна? Смотрите, вот каждый из вас должен ответить на такие вот, на три вопроса, прежде чем писать заголовки. Он должен понять, что важны и ценны для клиентов. Что для них важно, что для них ценно, что для них плохо, надо понять реально, что клиентам не нравится, чего они не хотят. И нужно также ответить на вопрос, вообще, чего они хотят, и какое для них было бы идеальное предложение. Давай еще посмотрим по лендингам заголовки, чтобы было более понятно. Давайте, да. Давайте так же. Пока вот это вот держите в голове и смотрите вот на следующее. Профессиональные тренера по плаванию для детей и взрослых. От новичка до мастера спорта за курс занятий. То есть, есть УТП от новичка до мастера спорта за курс занятий. Есть конкретика, есть профессиональные тренера по плаванию для детей и взрослых. Понятно? То есть, вот конкретика УТП. Выгода тут не показана. Вот то, что выгода, ну, знаете, есть ниши там, где это лучше не показывать. То есть, если хостел, нам нужно как можно больше туда нагнать людей, как можно больше заявок. То сюда нам нужны только те люди, которые сконвертируются потом в заказы. Давайте, наверное, дальше следующее посмотрим. Рентабельная бижутерия и аксессуары оптом от производителя. Человек хочет купить оптом бижутерию. Что для него важно ценно? Для него важно, что эта бижутерия будет рентабельна, то, что на ней можно, ну, наценивать много. Что для него важно, что это бижутерия от производителя, то есть, что она без наценок. Что еще для него важно, человек, который покупает бижутерию? Что это там много, большой ассортимент, то, что много поставщиков этой бижутерии, что не нужно будет упираться в одного и сидеть без товара. Что еще важно? Мы узнали, что людям очень важно, которые покупают бижутерию, и вообще, которые что-то оптом покупают. Им важно, чтобы им помогали продавать потом то, что они купили. То есть, это вот ключевое. То есть, человек покупает, допустим, оптом бижутерию. Как бы купил, супер классно. Но, если есть место там, где ему скажут, чувак, ты если покупаешь у нас, то мы тебе потом даем еще маркетинговые материалы, мы тебе рассказываем, как эту бижутерию продавать, и мы тебе рассказываем вообще, как развиваться. То это вот будет сформировано, вот таким образом было сформировано очень крутое УТП. Да, опять же, здесь видите, также доставка при оси СНГ сразу же закрывается у человека все вопросы. Окей, давайте дальше. Это вот. Содействие в получении банковских гарантий, тендерных займов и кредитов. То есть, четко, понятно, максимально конкретно. Потому что ниша такая, то, что клиенты горящие. То, что всем нужно срочно, вот сейчас, некоторым нужно было вчера. То есть, поэтому крупно выделяем конкретику. Для целевых клиентов, которые заходят на Этлендинг, это понятный, конкретный заголовок. Да. Дальше. Три часа на рассмотрение, одобрение заявки, дистанционное оформление сделки, там, без залога, открытие счета и прочее. Смотрите. Второй, третий заголовок, когда он пишется, это в виде буллетов, закрытия возражений в голове человека. То есть, по статистике, первый экран человек просматривает в 100% случаев. Он либо просматривает и закрывает, либо сразу закрывает. Но в большинстве случаев он читает первые заголовки. Поэтому мы пришли к такой системе, что делая там два или три заголовка, опять же, нужно смотреть три заголовка по дизайну, делая, мы закрываем сразу же все возражения человека. Мы закрываем все вопросы, которые его волнуют, зайдя на этот лендинг. Давайте дальше. Давайте дальше, последний, дальше погоним. Первая школа боевых искусств в Москве с тренерами мирового масштаба. То есть, во-первых, конкретно понятно, что это и где это. Конкретно сформировано УТПС с тренерами мирового масштаба. Вот под заголовки такие буллеты. В июле там 1490 человек уже посетил наши тренировки. И Владимир Минеев, Бадзюк, Джеффри Монсон тренируются с нами. Для людей, которые хоть как-то интересуются, это весомые лица. В мире спорта. Давай тогда сейчас, я думаю, в принципе, более-менее понятно, как писать заголовки, продающие. Ваша задача, у вас, давай на это дадим 5 минут уже достаточно. У вас 3 минуты для того, чтобы написать продающие заголовки для своего лунда. И потом... Вопросы все потом. Засеките время. Время пошло. Вопрос для ваших клиентов. Что важно, ценно, плохо? Какое для них было бы идеальное предложение? Это, наверное, можно крупным планом, чтобы регионы увидели. Регионы, вы тоже сидите перед компьютером и пишите. Да. Имейте в виду, вот сейчас мы вам будем рассказывать такие штуки, которые в БМ пока мало кто делает. Вот про атмосферную картинку, про европейский стиль мы вам расскажем. Но буквально там пройдет пару-тройку месяцев, в БМ это будут делать все. То есть ситуация следующая. То, что мы какие-то вещи изучаем. Что-то понимаем. Кучу тестирований проводим. Там смотрим, что работает, что не работает. И потом это внедряем. То есть у вас, можно сказать, будет преимущество, потому что у вас эта информация будет у самых первых людей, которые вообще есть из БМа, скажем так. Поэтому применяйте это поскорее. Потому что потом это будут делать все, и потом это будет работать хуже. Сколько там осталось? Полторы минуты. Полторы минуты. Это достаточно сложный процесс. Сейчас просто накидаем структуру, но задача у вас будет дома. Это все посидеть, помозговать, конкретно проработать. То есть все, что мы вам расскажем, это не делается за час. Это не делается за 5 минут. Но сейчас нам важно, чтобы у вас сформировалось правильное понимание. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. , спасибо. . , спасибо. . , спасибо. . Спасибо. . , спасибо. . Спасибо. , спасибо. , спасибо. , спасибо. Спасибо. Реклама в онлайн-журнале по дизайну интерьера от . Прямо переход целевой аудитории на ваш сайт. Я бы сейчас сказал, конечно. Так. Задача. Продажа рекламы для журнала. Журнал. Давайте вот прям пример. Реклама. У вас онлайн-журнал, да, и вы продаете на нем рекламу. Как вы думаете? Людям, которые заказывают рекламу, что для них важно? Давайте вот логику, да, такую вот сейчас формировать. Что важно для людей, которые заказывают у вас рекламу? Молодец. В количестве читателей. Что еще? Деньги, которые я заработаю, разместившись у вас в онлайн-журнале. Правильно? Конкретика. Да. Для меня это ключевой фактор при выборе рекламодателя, куда я буду отдавать деньги. Соответственно, что здесь можно придумать? Заработай, там, до... Опять же, тут нужно смотреть, какие ваши масштабы, да, образно говоря сейчас. Заработай до 500 тысяч рублей, разместив рекламу в нашем онлайн-журнале. Это первый заголовок. То есть это УТП, уникальное торговое приложение для вашей целевой аудитории. Дальше. 10 миллионов подписчиков по всей России, второй заголовок, точка, там, целевая аудитория женщины от 25 до 32, ЦА, и еще... Еще кто-нибудь кейс. Да, и кейс. Там рекорд, там, 70 тысяч переходов там за 2 часа. Да. Опять же, важно понимать, что вы даете, либо количество переходов, либо там, что еще, ну, какие-то другие факторы. Конкретика нужна? Да. Нет, конечно. Не надо. Понимаете, у вас такая тема, что можно... Кратать торги. Кто будет продавать? Да. Давайте еще, еще три человека. Смотрите, неплохо, но немного по структуре. Я бы, вот, мне нужна виза. Как правило, она, допустим, ну, как правило, она нужна срочно. Соответственно, нужно писать оформление виз и мультивиз там, в любую страну мира, я не знаю, или там, в любую страну Европы за 3 часа. Понимаете, что здесь? Крупно, крупно, вот это вот. Важно то, что оформление в любую страну мира или там, Европы, и важно то, что это делается быстро. Потому что, кто оформляет визы, как правило, им надо быстро. Дальше. А какая боль во втором заголовке? То, что оформление документов, я знаю, что вообще нужно, да что нести. Соответственно, оформление документов под ключ, выезд курьера на дом. Это уже уникальное торговое предложение. Мне никуда не нужно ехать, у меня приедут, заберут документы, все сделают, привезут. Понимаете, это ценность для меня, как человек, который будет заказывать. Плюс в визах важно, что дадут визу. Гарантия результата. Или гарантия... Я сказал гарантию. Да, да, но это хорошо. Вот гарантия выдачи. Только гарантия не результата, а гарантия выдачи визы. То есть гарантия результата, опять же, результат для каждого свой. А здесь именно гарантия выдачи визы. Или, если еще круче будет, если вам не выдают визу, мы вернем вам деньги. Ну, что-то типа того. Вы... Нет, это опять же... Это опять УТП. Смотрите, важный фактор из всего того, что мы рассказываем. Единственный, он важный, сделайте его, и у вас будет много денег. Включайте голову. Если вы понимаете, что три заголовка, и они размещаются на полстраницы, то не надо это делать, естественно. Ага. Окей. Давайте вы. Да, вот вы. Да. И громче, и четче. Регионы слушают. Нас 700 человек слушают. Хорошо. Откройте циркус-студия. А, да-да-да. Циркус-студия.ру. Там родственная. А, может, наберешь, чтобы быстрее будет? Фиркус-студия.ру. А там вы, да. По-моему, что-то не то написали. А, нет. Фиркус. А интернет грузят вообще, да? Короче, ладно, пофиг. Смотрите, там лендинг по «Школа циркового искусства». Заголовок какой? Пошло? Что-то нет. Тогда пойдет, если загрузить. Заголовок какой? Хотите, чтобы ваш ребенок стал всемирно известным цирковым артистом? Первый заголовок. То есть, хотите, чтобы ваш, если для детей, хотите, чтобы ваш ребенок стал актером театра? Ну, опять же, надо тестить. Хотите, чтобы... Да. Я помарила вопрос. Угу. Вот. И при 80% в театру... Хотите, чтобы ваш ребенок научился выступать на сцене? Да. Вот. Пятое правило – это включать голову. Спасибо. Это для всех. Пятое правило. Запомните. Вот. Да. Видите, опять же, модель какая? У целевую аудиторию узнали, что важно. И это важно перепаковали в передающий заголовок. Это круто, чтобы вы узнали. Хотите, чтобы ваш ребенок научился выступать на сцене? Как, не знаю, Джим Керри какой-нибудь? Или кто там важен? Вот. Это главный заголовок. Подзаголовок. Тут нужно будет рассказать то, что вот в вашем случае... Научим. Там, или доведем до результата за 7 занятий, за курс занятий. Наши, там, ведущие – это актеры, там, большого театра, какие-нибудь еще. Можно конкретные фамилии, конкретные, каких-то конкретных персонажей. Понимаете, вот, внедрив вот сейчас эти заголовки, вы уже конверсию в раз 10 увеличите, чем у вас сейчас есть. Давайте вот еще вас разберем. Цены, например, на ваш вкус по низким ценам, как чаще всего. Хорошо, что вы рассказали. Да. Как раз мы ждали, наоборот, таких заголовков из зала. Вот прям ждали. Скажите мне, у кого, кто считает, что у него не низкие цены? Есть кто-то такие? Кто считает, что у него не в кратчайшие сроки? Кто считает, что у него не лучшее предложение? Что там еще бывает? Кто, кто, а вот, кто еще считает, что у него не самая быстрая доставка? Понимаете, что у всех у вас самая быстрая доставка, самое лучшее предложение и самые низкие цены. И самые кратчайшие сроки. Да, и самые кратчайшие сроки. И еще гарантия результата. И вот таких же, как вы, выходит 3000 каждый месяц. И помимо вот таких же, как вы, есть еще куча тех, кто засоряет интернет такими заголовками. Забудьте про такие слова, как самый лучший, самый хороший, самый быстрый, самый спелый, спелый. Заголовок должен быть такой. Давайте еще раз. Да что вы, вон человек говорит, вы не будете говорить. Это просто рефлекс. У тебя позиция силы или позиция не силы? Что значит на ваш вкус? Ты должен показать, чуваки, мы знаем, как сделать лучше. Не на ваш вкус будет, будет так, как мы знаем. Потому что у нас работают эти, эти и эти. Мы это делаем за 7 дней. Стоимость там от 3000 рублей за квадратный метр. Понимаешь, ты позиционирование изначально у тебя неправильное. И кратчайшие сроки это какие? За 15 дней. А не кратчайшие сроки, понимаешь? Давай еще раз попробуем. Давай. Мне все равно. Нет. Вот смотрите, я вот, допустим, хочу в квартире дизайн. Окей, кто делал ремонт в квартире? Поднимите руку, кто реально делал ремонт там, да, вот это вот все делал. Кто знал конкретно, что он хочет? Были тут хоть один есть, конкретно знал. Кто знал, как нужно делать, там, не знаю, попелку или какого цвета? Он знал, поэтому он не считает, что это... Только он знал. Например, передача квартиры на вопрос. Люди, как бы, им дало дизайнер, и им не понравилось, потому что все еще раз. А знаете, бизнес в России сделать невозможно. Короче, есть пример. И БМ не работает. БМ, короче, директ не работает. Бизнес в России невозможно. А квартира на вопрос рулит. А квартира на вопрос рулит. Давайте следующий. Давайте, вот вы тут тянули. Вы подумайте пока на тему, что мы вам сказали. Конкретика. Понимаете? Да? Циркус, откройте циркус. Он, хотите, чтобы ваш ребенок стал всемирно известным цирковым артистом? Мы знаем, как это сделать. Он еще пока не запущен. Я не запущен. Я не запущен. Пригодите на бесплатное пробное занятие с победителем международных цирковых фестивалей. Опять же, смотрите, здесь какой... Ну, а ладно, давайте поговорим в форме заявки и в акции предбесплатные. Да, да. Давайте вы. Родница. Надежные, которые не прописаемые часы с автономной двадцатилетними и двадцатилетними и двадцатилетними. А, с ножом, с ножом бабочкой, лазерной указкой, чайником и... Телевизором с большой антенной. И плащом палаткой. В подарок. Можно выбрать надежные часы с двадцатилетними подсветками. Ваши военные часы? Военные. Военные часы... Нет, вот военные, они реально военные, они каких-то военных использовались? Конкретно. Ну, они вот реально поставляются в свободном свете. Вот, это вторым заголовком. Там, военные часы с двадцатилетней гарантией. Не надо говорить, что у вас гарантия подсветки. Напишите просто гарантия, там, что у вас с двадцатилетним сроком работы, там, я не знаю. То есть, ты знаешь, двадцать лет только на подсветку, а на остальной гарантии нету. Второй заголовок у вас, в вашем случае, вот это вот. Второй заголовок надо показать, кто покупает эти часы. Тот, кто там помешан, так или иначе, на военных действиях каких-то таких. Ну, мне так кажется, я, конечно, не знаю. Опять же, да, как бы, вы... Вы лучше это должны быть. Вы знаете лучше вашу целевую аудиторию. Мы говорим из нашего опыта, да, как бы, если бы мы были на месте клиента. Я бы рассказал, где эти часы, ну, конкретно, там, эти часы поставляются, там, в армии России, там, США, Ирака и так далее. Вот, это вот, там, второй заголовок. И третий заголовок, можно написать что-то про цены, про количество моделей и про сроки доставки. Там, цены от, бесплатная доставка за двенадцать часов по всей России. А для опыта, ретабельные военные часы уникальны с игрным часовом в магазине для включения новостей? Заработай, там... До трёхста тысяч рублей на оптовые продажи военных часов. И дальше уже второй наслаивать. Последнего сейчас разбираем. Давайте вот вас, давайте даму пропустим. Да, вы. Давайте, даму. Детский сад, детский сад высокого класса, деля официального рода, с удовольствием и оборудования, граждан, по поводу теряйца. Детский сад, смотрите, высокий... У кого, кто слышал, что у него невысокого класса продукция? Есть тут реально такие люди, которые понимают, что у них... Ну, у них вот продукт, у нее низкий класс и все. Ну, и не очень, как бы, продукт. Да. То есть, когда... Да, когда... Горнецо какое-то. Говорите, в вашем случае вместо высокого класса написать европейский. Понимаете, мы хостел, мы написали... Хостел, там, первый европейский хостел, что что-то мы написали. Вам можно написать? Можно. А... Европейский детский сад, там, по цене традиционного. Ну, опять же, понимаете, здесь по цене традиционного... К примеру, если я в целевой аудитории, у меня есть ребенок, давайте представим эту картину. Я выбираю детский сад. Вон он сидит. Вот. Привет, сынуля. То, соответственно, я вообще традиционный европейский, да, как бы... Какое сравнение, а что, а цена, а чем-то они отвечаются, вот у меня первый вопрос в голове. То есть, указывая, там, европейский детский сад, это уже, человек понимает, что, ну, как бы, европейское качество, европейский стандарт. Или детский сад европейского уровня. Уровня. Угу. Только, давайте, что мне было такое, что приходят люди, ожидают, что там просто перверк. А там, конечно, посреди комнаты все стоят. И обои, короче, все исписаны там, все. Штукатурка падает на детей. А по второму уголовку, у вас какой? Вторая заголовка у вас какой? А? Вторая заголовка. Я просто писаю, что штукатурка падает на детей. А не, а знаешь, у детей реакция просто вырабатывается, она падает с ней, оп, оп, оп. Да, вторая заголовка. А значит, просто перечтение высоких уровней образования, радость детей с похожими родителями. Это основные воли, в принципе. Радость детей с похожими родителями, это, знаете, из серии... Мы несем мир вашему дому. Мы защитим вас от любых напастей. Доверьтесь нам, братья. Войдите в наш клан лендингистов. Не конкретно. Тут я бы написал конкретно, допустим... Какой уровень образования? Какой уровень образования конкретно. То есть, кто преподавателем мне было... Вот я веду ребенка. Во-первых, мне важно какой там интерьер. Важно, какие там преподаватели конкретно. Может быть, по каким-то они суперпрограммам обучают европейским. Мне важно было бы включен, может быть, английский язык какой-то углубленный. Мне кажется, это сейчас всем важно. Но не все, выбрать конкретное, чтобы немного было. Опять же, не нужно превращать заголовки в пол лендинга текста. Есть такие люди, которые послушают нас. И среди вас точно один такой найдется. Он тут делает логотип, да, там, телефон. И ему сказали, заголовки надо отобразить в УТП. Он подумает, ммм, а, наверное, забыли сказать то, что... У меня УТП настолько крутой, что надо его, наверное, все расписать. Забыли сказать то, что... Это такой самый отличник, да? Такой, да, я знаю, сейчас столько напишу всего. Прямо столько предложений сейчас я сделаю всех. Он просто вот столько вот пишет. Это вот первый экран закончился. Это второй экран пошел уже. Он заголовок до сих пор пишет. То есть, мы видели реально ланды вот с такими заголовками. И здесь подвал. Здесь подвал, Саня. То есть, этого не надо, только... Да. Под целевой аудиторией конкретной. Под целевой аудиторией. Вот итог. Вот на эти вопросы все ответите, все у вас будет хорошо. Это по заголовкам, по подзаголовкам. Вам понятно, что делать? На что акцент делать? На преподавателей, в первую очередь. Да, там преподаватели из МГУ... Бауманского университета. Бауманского университета. Ваш ребенок начал строить роботов через три часа общения с преподавателем. Следующая очень важная штука, которую мы... Что, будем рассказывать? Нет. Ну ладно. Давай расскажем. Штука, которую мы внедрили недавно. И которую протестили, и которая сработала. Причем протестили массово. Это атмосферные картинки. Что значит атмосферные? Зайдите на хостел, пожалуйста. Что такое атмосферная картинка? Это вот это вот. Вот это вот. Видите? Комната. Видите? Картинка, она даже вот наверху. Картинка вот тут вот чуть-чуть внизу. Картинка слева. Картинка справа. Это атмосферная картинка. Как раньше было в БМ. Раньше был... Вот зайдите на бижутерию, пожалуйста, теперь. Вот. Раньше в БМ вообще, ну, принято так, что... Белый фон. И тут картиночка. Мы пришли к тому, что мы делаем теперь атмосферные картинки. Опять вот на БМ. На акватренер зайдите вот. Мы тогда это как-то интуитивно сделали, даже не понимая этого. Вот. Видите? Тоже атмосферная картинка. Вода. Тут медали. Тут какой-то текст. Ну, тут дети плавают. То есть, когда картинка атмосферная, когда картинка во весь экран, когда картинка занимает больше места, чем вот этот квадратик, лендинг сразу выглядит лучше, лендинг сразу выглядит дороже. Скажите, вот БМ Хостел выглядит дороже или бижутерия? Вот откройте БМ Хостел и откройте бижутерию. Опять же, это работает. Это да. Но, к примеру, здесь все зависит, конечно, от ниши. Но, там, в 90% случаев сейчас лучше работает атмосферная картинка. Да. Вот шуба, откройте шубы. Да. Вот. Вы знаете, мы сколько? Мы эту картинку подбирали три дня. Потому что реально в интернете нет. Не на фото. Даже рисовали. Да, мы тут много. Вот эту часть, вот эту часть мы дорисовывали сами. Ну, дизайнеры дорисовывали. Не мы, конечно. У нас в интернете реально нет соболиных шуб. Да, у вас вопрос. Читабельность текста страдает? Если картинка... Ну, тут что-то непонятно? Здесь понятно. Где непонятно? Покажите. Откройте хостел. Что непонятного? Где тут читабельность текста пострадала? То есть, картинку надо очень полезно сделать. Картинку нужно сделать такую, чтобы, ну, было читаемо. Там второе правило. Включайте голову. Пятое. Пятое, да. Давайте у нас пятое правило. Сразу же. Да. Понятно, что атмосферная картинка не должна перебивать по контрасту текст. Первое. Ключевые характеристики у картинки. Давайте вот первое. Я забыл, наверное, это для нас очевидно, просто для некоторых, может, не очевидно. Отноше... Как, ну, должно быть... Отношение к лендингу. Ну, как-то... То есть, если это хостел, не надо ставить туда... белых медведей. Если это... там... плавание, не надо ставить туда велосипедистов. Потому что бывает такое, что мы говорим, мы и рассказываем, то, что должно быть качественное, должна быть атмосферное, должна быть там, процесс плюс результат. Но мы как-то не подразумеваем, то, что должно соответствовать тому, что вы продаете. Некоторые этого не понимают. Значит, картинка должна соответствовать тому, что вы продаете. Это первое. Второе, она должна быть качественной. То есть, не надо людей с квадратными лицами. Или знаешь картинку, скопированную из Яндекса, еще с водяным знаком, плохого качества, где она расширяется на весь экран и там пиксели показываются То есть такого не надо, картинка должна быть качественной Картинка должна быть атмосферной Что значит слово атмосферная? То есть она должна создавать атмосферу, чтобы человек понимал, куда он попадает, чтобы он погружался туда Кто-нибудь зарубежный лендосы видел? Ну, кто-нибудь на зарубежном сайте сидит, вы видели, у них везде большая картинка атмосферная Что бы они там не продавали, что бы они там не предлагали То есть должна быть атмосфера, то есть картинка должна быть большой, картинка должна быть... Она, конечно, должна передавать то, что вы продаете Да Это большая картинка, ее не будет видно на мобильном устройстве Будет Да, знаете, не будет видно Да, у нас херовая конверсия, мы зря сюда пришли рассказывать Короче, все будет видно, вот БМ-хостел наберите на мобильном устройстве Опять же, знаете, когда не будет видно? Когда вы отдадите говнодизайнеру и говнопрограммисту, тогда не будет видно А когда вы отдадите нормальным чувакам, у вас все будет видно Следующее, на картинке желателен Вопросы все потом, вообще все вопросы потом Мы больше, кто будет задавать вопросы, сразу будет выходить Вопросы потом все задают Давайте, когда мы скажем, можно вопросы, давайте... Следующее, процесс плюс результат Как правило, допустим, вы продаете бензопилы Понятно, да, что бензопилы? Как правило, картинка атмосферная может быть показана непосредственно с процессом того, что вы продаете Допустим, бензопила Что там должно быть? Я бы как сделал? Я бы сделал картинку лес, да, там стволы деревьев По центру я бы сделал человека с бензопилой Которое дерево одно пилит Большое, какое-нибудь толстое дерево он пилит И вокруг него еще есть упавшие деревья, которые он спилил То есть, это, во-первых, атмосферу передает Во-вторых, показывается процесс То, что человек пилит То, что, грубо говоря, то, что он будет покупать, работает И, в-третьих, показан результат То, что, чувак, ты купишь у нас, ты будешь пилить вот такие вот деревья за 3 минуты И заголовок может быть Распилите, там, метровое, или, там, дерево диаметром, там, 1 метр за 4 минуты Или за 27 секунд, ну и так далее Также, не знаю, к примеру, у строительства, да, там, утеплители какие-нибудь То на картинке продажа утеплителей Нужно показать, как человек кладет утеплитель, там, на здание И часть здания, где уже есть утеплитель Где уже есть утеплитель То есть, сразу показывается атмосферная картинка на процесс и на результат Понятно Ну, это, наверное, зачеркнем Для вас это, наверное, будет слишком непонятно Но для тех, кто чувствует в себе силу Чувствует в себе мощь А знаешь, сейчас все такие будут Я, как я, я что, слабый, что ли? Короче, вам нужно протестить 5 вариантов картинок Ну, реально, 5 разных вариантов картинок И 5 вариантов разных заголовков Это вот к вопросу об АБ-тестинге Для вас АБ-тестинг закончен 5 вариантов картинок, 5 вариантов заголовков Окей, по поводу картинки, понятно? У вас есть 30 секунд для того, чтобы подумать, какая картинка должна быть в вашем случае Давайте все Да, сразу, чтобы вы определились и домой пришли уже Дали потом конкретное задание дизайнеру Давай 30 секунд Там можно регионам показать Как вообще регионы себя чувствуют? Они могут кто-нибудь отписать там в скайп, нет? Есть какая-то связь с ними? Нету? Они слышат нас хотя бы? Некоторые даже плачут, наверное, уже Время Давайте также 2 человека Просто нам для понимания, чтобы действительно нас поняли Давайте Если продолжать, я не узнала Можно ли сделать Сделать? О-о-о-о Сделать Ну и сделайте, если Сделайте Нет Да, можно, давайте дальше Да, вам Кто? Руку Давай И есть покупатели Есть много покупателей Один человек, например, стоит на витрине И в витрине вот эта вся янтарная продукция Да, и вокруг покупателей И много Этой продукции много Круто Давайте только вы встретите Всякие там сетевые картинки Где подврасываешь деньги А у вас у меня фонтан денег Вот такое лицо Короче, я бы как сделал Там кто инвестирует? Какие-нибудь мужики, да, как правило? Мужики по одному по 3 миллиона долларов, которые имеют Вот, они явно на то, что вы там подбрасываете деньги Я бы сделал какое-нибудь высотное здание слева-справа Может быть, может быть, вид из окна Чувак на какой-нибудь там, не знаю, тачке Нет, у меня есть Давай-давай Вид из окна какой-нибудь там высотное здание слева-справа Сидит два чувака И один чувак, может быть, другому там передает Может быть, там чемодан с деньгами Что-нибудь типа того Ну, чемодан, не надо там А то брасывает деньги Он радуется, все улыбают Потом бегают котята С голубей Про триггер-женщину знаете? Триггер-женщина То есть, если вы не знаете Курич из конверсии вашего сайта Поставьте на сайт Женскую грудь, в ней котенка Маленького пушистого И, допустим, инструмент, который вы продаете Да Давайте последний Бинзопила Там где-нибудь в аэропорту уже На стойке регистрации Какой вариант? Ну, женщина на стойке регистрации Это на мой взгляд А может быть, счастливая семья Уже прилетевшая в аэропорт Счастливая семья Там с сумками С чемоданами Там, взлети детишки Окей, давайте дальше Можно, если фотограф хорошая? Да, там самое главное, чтобы качество Потому что, когда лейтинг будет растягиваться На больших экранах Важно, чтобы он остался Не в пиксели не превратился Откуда брать картинки? Вот этот вопрос Откуда? Покупать Правильно, покупать На Яндексе На гугле На всяких других вот этих штук Бесплатных Вы не найдете Да, фотобанки Фотобанки Есть фотобанки Фотосток Дримстайм, по-моему Да, Дримстайм Опять же, смотрите Идеальная Ну, не идеальная модель Задача, которая должна быть Чтоб дизайнер сам это подобрал Потому что, ну, он рисует дизайн Он рисует лейтинг Это задача дизайнера Но если вы обращаетесь на дизайнеру 90% Что он не подберет Либо подберет картинку из Яндекса Вы также понимаете, что вы начинающие БМСцы Вы и дизайнеры И программисты И верстальщики И еще специалисты по маркетингу По выходным курьеры И по, там, многоуровневым продажам С тройной цепочкой касания В которой по 10 писем Это уже для них непонятно Короче, давайте Давайте Заголовок, да, у нас Развращаемся к экрану Тут логотип Да, тут телефон Да, можно БМХостел еще раз включить Тут город Тут заголовок Это первый экран Тут под заголовок Смотрите Что важно Важно, чтобы вот первый экран Вот это все Влезал В один Монитор То есть, когда вы открываете сайт Вот это все С формой заявки Должно быть в одном экране Это называется первый экран Это прям важно Поэтому мы и говорим Что здесь там Два-три заголовка Не больше Иначе у вас все пойдет вниз Иначе у человека с бензопилой Дальше смотрите Какие есть еще варианты Дальше здесь делается Обычно либо видео Либо атмосферная картинка Либо акция Давайте конкретно Разберем Что здесь можно еще сделать Это тот человек, который пилит деревья Следующее Что самое важное Это В первом экране Скажите мне Давай про видео Еще про акцию Слева направо пойдем Ну давай расскажи Да, еще раз включить Пожалуйста Пока тут шедевр рисуется Который мы Забелен Доллар Причем, кстати, реально Люди должны быть с эмоциями Желательно То есть, там Если человек пилит Дерью Он улыбаться должен Они грустные И окровавленный палец У него Все в крови Смотрите Здесь В разных Нишах Нужно делать Разные штуки К примеру Бэм Хостел Здесь Мы понимаем Что важно Показать видео Здесь пока Видео они еще не сделали Поэтому здесь Просто заглушить Здесь просто красивая Картинка Почему? Потому что Шеку важна Даже не какая-нибудь Акция А именно Что Как этот хостел Выглядит внутри Поэтому мы понимаем Что здесь нужно сделать Продающее видео Показывающее Все достопримечательности Хостела И это будет давать Большую конверсию Чем просто Какая-нибудь еще Картинка Либо акция То же самое С детским садом То же самое То же самое С дизайном интерьеров А дальше Давайте еще То же самое Почти со всеми услугами На самом деле Потому что если услуга Это то, что человек Не может пощупать Он может это увидеть Ему лучше это показать В видосе Нету Смотрите Здесь можно сделать акцию То есть Как пример Можно роквелл открыть Показать Давай С бутылкой виски В подарок То есть понятно Есть ниши Где лучше работают Акции Есть ниши Где лучше работают Видосы На самом деле Надо тестировать Что, видео Или акция Открывается Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Это пока Перерисовывайте Я пишу Оставьте заявку На легендарную Бензопилу Из фильма Крик Ну что там Не загружается Смотрите Справа Давайте поговорим Про форму заявки Справа Как правило У нас форма заявки Располагается Она располагается Не слева Не в левом углу Где-нибудь Вот тут Она не треугольная Она не Она не на третьем экране Она в первом экране Вот тут вот Справа в первом экране Форма заявки Что такое форма заявки Форма заявки Это то место Где Человек Оставляет заявку На что-либо То есть Это знаете Это вот такой крючок Вот вы ловите рыбу Вы закидываете крючки Потому что Представьте Что Это вот такие крючки То есть Это вот То Куда должен человек попасть Это форма заявки Первое правило Это выделение То есть Форма заявки Должна выделяться Она должна Выделяться На первом экране Либо рамочкой Либо Как отдельным Отдельной заливкой Она должна выделяться Или так Ну чем-то Либо она может Выделяться стрелочками Вот такими вот Какими-нибудь Там на нее направлены Второе правило Второе правило То что Текст в форме заявки Должен Коррелировать С акцией Со спецпредложением Бывает такое То что Допустим Акция Бензопила Закажите Бензопилу Там H1 Со скидкой До 50% Ну Прямо сейчас Акция А в форме заявки Узнайте Цены На Бензопилы Какого-нибудь Другой Компании И вообще Другой модели То есть Грубо говоря Акция на одну пилу В форме заявки Совершенно на другую И человек не понимает Что ему делать То есть Второе правило Совпадение С акцией Третье правило Конкретика То есть Заявка должна быть Конкретная Оставьте заявку На легендарную Бензопилу Допустим H1 Все Конкретика Четвертое правило Простота Может бывает Такое то что Оставьте заявку На легендарную Бензопилу Произведенную Во Франции В 16 веке Мастером Под названием По имени Грибальди Бывает то что Текст вот такой Вот просто У людей То есть Конкретика Максимум Там 10 слов Оставьте заявку На что-то Опять Повелительное наклонение Оставьте заявку Закажите Узнайте Два поля Вот на это Особое внимание Тех кто Любит Пожестче Потому что Бывают Люди Которые Ведите имя Ведите телефон Ведите имейл Ведите домашний адрес Ведите Там Имя Прабабушки То есть Бывают люди Которые Реально В форме заявки Дофига Полей оставляют А знаете Еще Что Очень любят Делать Очень любят делать Ведите Чтобы оставить заявку Нужно ввести Секретный код Капча Да Ну антикапча Знаете Где картинка И нужно С этой картинки Вести буквы Там цифры Чтобы оставить Там заявку Или оплатить Круги из вас Это делают Есть тут такие Хоть один Есть Нет Просто Если есть Это нормально Если есть Я просто Убежусь Что такие люди Есть Нет Они пока еще Не начали делать Они стесняются Просто мы Отвораченность Все подняли Два поля Введите имя Введите телефон И Самое важное На что следует Обратить внимание Это Кнопка заказа То есть Кнопка призыва К действию Основные Критерии Кнопки призыва К действию Первое То что кнопка Должна выделяться Как правило Должна быть Контрастной То есть Допустим Если у вас Фон белый Кнопка красная Если у вас Фон красный Кнопка Синяя Если у вас Фон желтый Кнопка может быть Черная Я не знаю Выделение Следующее Знаешь Сейчас они будут делать Фон Красный Синий Желтый Это не надо делать Короче Это для тех Кто Сам себе Режиссер Помните Была программа Сам себе Дизайнер Кто сам себе Дизайнер Фон у лендинга Белый Запомните Запомните Белый фон Еще раз Еще раз Фон лендинга Белый Еще раз Белый Белый цвет Потому что будут те Кто Закерачивает Какой-нибудь Болот Болотный Зеленый Бывают такие Ребята Еще цвет Текста Такой Что невозможно Читать Такой Психоделический Он программирует На покупку 25-й кадр Кнопка должна быть Объемной То есть Она должна Выделяться Ее должно Хотеться Нажать Не надо Делать кнопки Знаете Вот Белый Сейчас будет Белый фон Окей Белая кнопка Белая кнопка Будет И вот Просто будет Такая Какая-то Кнопка Как Ворде Делаешь Такие Таблички Маленькие Просто Такая Черная Кантовка Кнопка Должна Быть То есть Цветной Она должна Быть Объемной То есть Она должна Нажиматься Следующая Кнопка Должна быть Конкретной Закажите Оставьте Заявку Получите Не надо Писать Оставьте Заявку На самое Лучшее Предложение Получите В подарок Набор Китайских Ножей А так же Колонку Хэппичоп Хэппичоп В детстве Ты никогда не хотел Купить хэппичоп Я не знаю Что такое Ну это Общенец Такая А Магазин на диване Кто смотрел Нет Кстати Это по делу Сейчас Реально Кто Тивисейл У всех Какое-то Плохое детство Что-ли Было Не знаю Я всегда хотел Купить Знаете Такой Вибротренажер Для прессы Весишь Он там Вибрирует Да Идем На такие Кубики Еще я хотел Купить Отпариватель Такой Отпариватель Который Можно Мыть Квартиру И можно Отпарить Вещи И можно Удочку Вот там На самом деле Самая лучшая Модель продаж То есть Если вы хотите Сделать Мундоз Я перед этим Вам советовал Посмотреть Штук 10 Вот этих Тивисейл Выпусков Там Ребята Реально Продают Лучше Чем Нет Самый Короче Смотрите Давайте Я вам расскажу Какая Откуда Появляются Новинки Вообще В маркетинге Интернет Маркетинге Первое Это появляется На порно сайт То есть Там Реально Там Просто Такой Маркетинг Там Ты не успел Зайти Тебе уже На почту Пришло Тысяча Сообщений Тебе уже СМС Пришла Кто-то Мотает Возьми меня Я свободно Кто-то Мотает Кто-то Понимает О чем Речь Кто-то Не мотает Самое главное Что Девушки Больше Мотают Чем Парни Вот То есть Это Раньше Так Было То есть Там Вот Потом Это Переносит Туда И Потом Все Переносит Только В наш Реальный Мир Поэтому Можете Искать Новинки Маркетинга Сейчас Почтаем Испор На сайт Величь После Нашего Сегодняшнего Занятия Либо Смотреть Передачу ТВСЛ Кнопка Должна Быть Конкретной И Кнопка Должна Призывать То есть Кнопка Должна Быть В повелительном Наклонении Закажите Оставьте Ну да Опять же Есть такая Штука Что если К примеру Вы здесь Пишите Оставьте Заявку То здесь Можно написать Оставить Потому что Есть Человек Читает Оставьте Заявку Ну да Пишите Просто Закажите Оставьте И все Для вас Это так Это Хорошо Так Что там Открыл Сроку Открылся Там Нет Там Интернет Как У вас Сейчас Чувствует Скажите Как вам Вообще нравится Или нет Супер А сейчас Там Подключите Если Интернет Покажем Вам Пока Можно Наверное Будет Открыть Бэм Хостел Но там Не акция Ну а Где у нас Там А давай Вижутерию А там Нет Там Фоновая Картинка Сейчас Там Часок У нас Будет Интернет Делать Через Минуты Две Давайте Дальше Короче Как Акции Вернемся Давайте Вы как Раз Подумаете Пока Что Писать Давайте Я сразу Вспоминаю Как Кто Хочется Миллионером Такая Музыка У нас С вами Еще Час Двадцать У нас Три Минуты На задание Сейчас Открыл Включи Первый Тот Еще Который Правый Вы пишите Сейчас Перейдем Открыл Какая Пьян Звонила Продолжение следует Продолжение следует Ты боишься Что я тебе На малый маркер Ты всегда хотел Так сделать Дашки Когда ведет Занятие Он иногда Вот так Руками Трясет И те Кто на первых Рядах Они иногда Казываются В маркере Так что Аккуратно Нет Ты никогда Не хотел Сделать Всегда На белую Рубашку Маркером Так Ну Сделаю Это Моя мечта Так Давайте Завершаем Тогда Давайте Два Человек Так Времени Немного Давайте Да Да Это вопрос У нас сейчас Ответ Ну У нас сейчас Текст В форме Заявки Какой Оставьте Заявку На Окей Ведите Ими Ведите Телефон Все Все В чем Вопрос Опять Опять же Ну Мы Об этом Поговорим Еще Хороший Вопрос Давайте Еще Один Человек Ну Как Вариант Ну Там Можно Ну Давайте Ладно Мы Сейчас Перейдем По акции Я Вам Расскажу Об этом Окей Включите Роквел Пожалуйста Смотрите Вопрос Акции Видите Здесь Можно Вместо Видео Писать Акцию Опять Что Здесь Сделано Как Это Обычно Пишется Там Скидка 27% На Утеплитель Роквел Цена Она Здесь Перечеркнута 575 Рублей Цена 420 И Дальше Можно Сделать Какой Подарик Смотрите Марсинговое Решение Этого Лендинга Тут Конверсия Порядка 20% Кто У нас Заказывает Утеплитель Кто Им Работ В Строительных Компаниях Либо Нет Ни у кого Нет Опыта Кто Заказывает Обычные Утеплители Ну В компании В компании Именно Менеджер По закупкам Ну Отдел Снабжения Можно Так Сказать Давайте С вами Встанем На Место Человека Который Задел Снабжения Вот Он Мониторит Сайты Он Серфит Сайты И Видит 10 Предложений По Утеплителю Где То Там 15 Рублей Больше Где-то На 10 Рублей Меньше Что Для Него Важно У него Есть Бюджет Вы Думаете Для Него Важна Цена Ну Как Не Совсем Да То есть Понятно Есть Какой Входной Порог Но Если Корреляция Цен Там 10 Рублей Больше 10 Рублей Меньше Для Него Это Неважно Дальше Что Еще Для Него Может Быть Важно Ну Срок Постарки Нет То есть Смотрите Если Человек Видит 3-4 Сайта С Одинаковым Приложением Куда Он Хочет Заказать Как Вы Думаете Куда Он Закажет Где Есть Просто Утеплитель Или Где Есть Виски Чиво Срегл В подарок Да Но В данном Случа Для Него Лучше Получить Виски И Нормально Себе Чувствовать Потом Понимаете Для Целевой Аудитории Которая Заказывает Именно Утеплитель Здесь Это Уникальное Таковое Предложение Для Них Это Лишний Повод Попухать Да И Зачем Заказывать У Пети Если Можно Заказать У Васика Еще Дадут Виски В подарок Как Пример То Если Вы Ваш Лендинг Рассчитан На Руководителя Отдела Закупок На Допустим На Какой-то Просто На Закупщиков Либо На Людей Которые То Им В большинстве Случаев Как бы На Ваше Предложение Уникальное Так Доставка За 7 Миней За 10 Разницы Нет Для Них Надо Дать Пряники Опять Если Человек Большой Можно Путевки На Кипр Какой-нибудь Можно В Турцию Для Человека Который Закупает Хоть В Турцию Все равно Поедет Дальше Смотрите Что Здесь Еще Есть У У Здесь Есть Щетчик То есть Счетчик Обычно Ставится 24 Часа И Каждый День Он Идет В Обратную сторону То есть Человек Это Мотивирует Оставить Заявку Теперь К вопросу О том Что Если Есть Акция Что Писать В форме Заявки В форме Заявки Обычно Мы Сейчас Пишем Что Опять же Давайте Здесь Логику Посмотрим Что Человеку Важно В отделе Снабжения В первую Очередь Получить Ну давайте Давайте Живее Что Важно Получить Цены Да Здесь Мы Как Решили То Что Получите Доступ К К К Ценам То есть Человек К Ищет Большой Сортимент Но Чтобы Человек Не напрягать Мы Ему Сразу Оставьте Заявку Получите Доступ К К К Ценам Окей Это Первое Что Сёрфит Начальник Отдела Снабжения Или Менеджер Отдела И Плюс Мы Пишем Скидку 27% На Утеплитель По Акции Вот Это К Вопрос Если Есть Акция Что Писать В форме Заявки Опять же Здесь Можно Написать Получите Скидку 27% На Утеплитель По Акции Без Доступа Да И В форме Заявки Но Опять же Здесь Решение Намного Лучше Когда Получите Доступ К К Ценам Потому Что Ваша Задача Собирать Людей В форму Заявки На Бесплатный Шаг То Если Это Мы Берем Услуги Давайте Услуги Какие У нас Здесь Были Реклама Окей Получите Доступ В Акции Сделать Тестовый Период Нашего Онлайн Журнала В Подарок Разместите Объявление На Десяти Площад Это Длинный Я объясняю Естественно Нужно Перезапаковать Кратко На Десяти Площадках С целевой Аудиторией Там До Одного Миллиона Человек На Три Дня Бесплатно И В Форме Заявки Типа Оставьте Заявку На Бесплатное Размещение Рекламы В Онлайн Журнале Понимаете Вы Собираете Лидов Всегда Собираете Лидов На Бесплатный Шаг Это Очень Важно Потому Что В дальнейшем Уже Вступает Менеджер По Продажам Работать И Опять же С детским Садом Что можно Придумать Оставьте Заявку На Бесплатный Консультацию Либо На Бесплатный Просмотр Детского Сада Либо На Бесплатный Первое Занятие Если у вас Есть Кружки Оставьте Заявку На Первое Бесплатное Занятие Кто По Услугам Так же Все Кто Занимается Школой Визажа И так далее Оставьте Заявку Всегда Должно Быть На Бесплатное Занятие Первое Это Вот Прям Сейчас Люди Устали Люди Уже Не Покупают Они Покупают Только Через Фремиум Модель Фремиум Модель Это Когда Бесплатно Что-то Дают Вначале И Потом Уже Закрывают И Мы Стали Просто Писать Что Если Мы Хотим Здесь Указать Какую-то Бесплатную Штуку И Если Есть В Акции Чтоб Человек Не Забывал То Плюс Скидку 27% На Утеплитель Либо Как Бижутерия Откройте Бижутерию Получите Доступ К К Ценам Плюс Подарик Систему Удвоение Прибыли Магазин Бижутерии В Два С Половиной Раза То Четкий Понятный Первый Бесплатный Шаг Дальше Мы Зацепили Лида И Дальше Уже Идет Прозвон И Закрытие Менеджер Продаж Я Прям Радуюсь Да Мы Такие Крутые Ленды Делаем Да Иногда Мы Садимся Вечером За Чашкой Чая Смотрим На Наши Ленды И Плачем От Счастья Ладно Давайте В принципе С этим Понятно Давайте Сейчас Каждый Придумит Своей Ниши Акцию И Бесплатный Шаг На Закрытие Я имею ввиду В форме Заявки На Это Будет Две Минуты Засеки Время Пожалуйста Мы С вами Разобрали Только Первый Экран На Само Дело Самый Важный Остальное Побыстрее Сейчас Будем Разбирать Субтитры Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Опять же, смотрите, отправьте файл, это надо тестировать, но в большинстве случаев для человека это сложно. Пока он найдет файл, пока он найдет на компьютере, что ему перевести, знаете, сколько пройдет? Оставьте заявку, и мы переведем первую страницу вашего документа совершенно бесплатно за три часа. Все, человек оставляет заявку? Не надо отправить файл. Какой отправить файл? Мы же сказали... Все, где тут файл? Может, вот это файл? Но вроде нет. Не надо. Давайте еще... Не вы, а кто-то еще. Ну, все стесняются. Раздача вип-карт на весь сортимент, 7% скидка. Ага. А что продаете вы? Ну, нет. Во-первых, что за вип-карты, вообще, что за маршин? 7% скидка это тоже херня. И 7%? Вы после сайта в купонник, 7% скидка, она не... Понимаете, когда люди видят, что 70% скидки сейчас на все различные услуги, то 7% для них это... Ха-ха-ха! Вот так вот. Лучше на какую-нибудь конкретную модель, допустим, скидка до 30% на все детские... Да, да. Либо на все... Все детские ползунки, да. На всю детскую обувь. Опять же, как скидку заменить можно? Можно писать, как мы сейчас стали делать. Получите скидку там не 5%, не 7%, а до 150 тысяч рублей. Понимаете, слово до не привязывает вас давать скидку 150 тысяч рублей. Ну, а, к примеру, если это заказ на 10 миллионов, то мы можем вам дать скидку 150 тысяч. И человек это цепляет. А если это заказ на миллион, то, ну, как бы 10 тысяч скидкой, и все. Окей, дальше. Понятно? Что-то мне кажется, они все уже... Они... Кому скучно? Что, продолжаем или по домам идем? Да, продолжаем. Давайте BM Hostel открываем. Следующий блок, который очень важен. Блок социального доверия. Откройте BM Hostel. Смотрите, это в простонародье называется яйца. Вам говорили уже о таком понятии яиц? У них про другие яйца рассказывают. Про остальное напыление на яйца. Короче, это ваш, опять же, это следующий фактор буллетов, которые человек видит в сайте. То есть, человек зашел, понял, что вроде он... Смотрите, какая психология у человека? Человек заходит. Во-первых, ему надо понять, туда он попал или не туда он попал. Он понимает, что он туда попал. Окей. Идет дальше, смотрит. Вот тут какое-то предложение, какая-то акция. Окей. Так, а что за компания, это вообще, ну, с кем я дело-то имею? И вот тут вот он, да, вот тут вот он видит вот это вот. Это блок социального доверия. То есть, после первого экрана идет блок социального доверия. А три или шесть? В зависимости от, не знаю, ну, все шесть. Ладно, не даем ему выбор. Шесть. Шесть яиц. А что в этих яйцах? В этих яйцах основные проблемы вашей целевой аудитории. Закрытие этих проблем в виде выгод, в виде ценностей для целевой аудитории. Короче, приведем к БМ-хостелу. Я вам рассказывал психологию. Что важно? Давайте смотреть. Пятьсот клиентов в месяц из двенадцати стран. Сразу закрывается боль у человека, что, ну, да, вы понимаете, если мало людей, значит непопулярно. Здесь же мы это закрываем, что много людей плюс из двенадцати стран создается у человека. Понимаете, все эти вещи, они создают у человека в голове саму цену и статус самого хостела. Из двенадцати стран говорит о том, что люди из разных стран мира ездят сюда, значит это популярно. Доступ 24 часа в хостел. Для людей, которые приезжают там ночью или любят гулять ночью, особенно если они приехали в город. Это важно, чтобы в хостел был доступ 24 часа. Евроремонт и ежедневная уборка. Евроремонт закрывает возражения, что там отстоянные какие-нибудь обои и так далее. Ежедневная уборка закрывает возражения, что там будет мусор и червячки с клопами. А дальше, фри вай-фай, эксбокс, библиотека. Опять же, для человека, который пришел в хостел, для него важно, чтобы был вай-фай. Это прям мечта любого человека, это интернет, где бы он ни останавливался. Поэтому это важный показатель. Человека сразу закрывается. Иксбокс это для людей, которые, ну для молодежи, в данном случае целевая аудитория это молодежь. Для них это важно, ну там поиграть, расслабиться. Библиотека это для целевой аудитории, которая там любит развиваться, читать, для них это важно. Дальше, полный комплект бытовой техники. Здесь закрывается возражение, что есть там печка, микроволновка, плита, холодильник, чайник. Мы сразу закрываем это возражение. Понимаете, человек не задает уже вопросов. Он сразу галочки у себя в голове ставит. Вот, это для этого. Нарисуй себе такую картинку, нарисуй себе человечек. Это для тех, кто понимает больше картинок. Это для всех. Нарисуй себе у него из головы такое облако. Это типа он думает. Это он думает. В этом облаке вы должны писать, какие у человека сомнения возникают в голове. Когда он вообще, ну вот у вашего покупателя. Там вот тут вот какие сомнения. То есть там дорого. То, что там допустим. Вот про хостел, да? То, что там, он может не круглосуточно. А может там клопы. А может там интернета нет. Нет микроволновки. А может там нет кухни. А может там вообще не прикольно внутри. А может там аудитория какая-нибудь кислая. Ну вот. Вот вы перед вашим, перед тем, как вот это вот писать. Вот блок социального доверия. Вы рисуете человечка. У него в голове пишите кучу сомнений и возражений. Да, это алгоритм написания блока социального доверия. Рисуем человечка. Из него облако. Шесть галочек. И под эти галочки пишем уже возражение боли. И закрываем их яйцами просто. Понятно? Плюс. Важно. Факты и цифры должны быть. Не должна быть вода. Не надо воды. Знаешь, я знаю, как будет сейчас. Боишься? Я уже опасаюсь. Самые лучшие цены. Самая быстрая доставка. Самые вежливые менеджеры. Самые красивые модели. Модели и самый большой ассортимент. Ну и самый лучший магазин. Вот шесть. Все. Короче, давайте без этого конкретно. Должны быть цифры. Не вода, а цифры. Давайте вот на примере там. Давайте еще раз в БМХОС откроем последний там. Два санузла и джакузи. Это тоже фактор, который вызывает. Особенно джакузи. Для кого как. Для кого как, да. Давай еще откроем кого там. Давайте бижутерию оптима. А там есть? Пролистайте вниз, да. Вот. Ну тут он в другом формате, но концепция такая же. Там эксклюзивная, не найти конкурентов. Большая наценка. Оказываем поддержку. Опять цифры. Опять конкретика. Конкретика, ювелирная сеть. Там метро, ритейл-групп у нас закупаются и так далее. Давайте откроем Будакан. Вот. Вот тут вот она. 57 тысяч учеников, 15 видов боевых искусств, 109 чемпионов России и мира. Это, опять же, вот этот формат здесь, это там для короткого лунда. В один экран. Так, давайте у вас будет на это... Две минуты. Две? Две. Давайте две. Две. Может, сыграем в группу. Вот этот чувак. Который... Консультант. Другой чувак, который, типа... Чувак один. Ну, давай. Ну, сейчас они напишут, потом расскажем. Короче, нет. Меняем задание. Вы сейчас поворачиваете там, как-то друг друга, делитесь на пары. Среди вас есть один человек, который что-то продает. Вот, допустим, человек продает там часы. Есть один человек, который помогает ему это продавать. То есть, который помогает ему сгенерить идеи, вот, по поводу его ниши, по поводу конкретики, по поводу и что нужно конкретно ему расписать. Вот. Ну, то есть, вы в парах так работаете. И потом вы встаете и рассказываете, и вы должны как-то вот этим вот, вот этими яйцами продать ваш товар. Всем задание понятно. А? Вы хотите как-то тоже ухатаю сами с собой. Вы хотите как-то, вот, 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 вот. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Ну, либо входит в стоимость там. Но не должно быть при таких-то условиях, что там еще звездочка и так далее. А я бы написал курс продвинутого английского языка за 0 рублей, допустим, что-нибудь типа того. Да, курс, как выучить английский за один месяц за 0 рублей, либо в подарок. Будучи трехлетним ребенком. Будучи трехлетним ребенком. Давайте дальше. Ну да, это важный файл. Это важно, круто. Это офигенная тема тоже, да. То, что мы заберем ребенка от вашего дома, мы приведем его. Только лучше так, потому что доставка детей, ну... Через 7 дней звонится за я в фургоне. Гарантируем поступление ведущей школы Москвы и область. После, ну, просто гарантируем поступление ведущей школы Москвы и все. Есть еще кто-нибудь? Кто, вот, давайте, да, вы. Давайте. Ну, тогда можно сесть. Ну, ладно, давай, давай. Ну, у тебя тоже самое, только... Я понял, конкретно вопрос. Смотрите, ладно, есть такие все. Не влядь. Это нормально, что у вас такой вопрос есть, это нормально. Короче, есть люди, их на самом деле больше, там, 50%, которые только открылись, только стартуют, у них еще нет отзывов, у них еще нет клиентов, у них еще нет, ну, никаких крутых штук. Ну, что делать? Закрыть бизнес и все, не работает. А что делать? Можно что-нибудь... Во-первых, смотрите, как можно, вот я бы как сделал. Крутые регалии я бы взял у своего поставщика. Как можно поговорить с поставщиком, сказать, смотрите, вам интересно, чтобы мы продавали больше, верно? Мы продаем больше, вы зарабатываете больше. Сейчас мы только открылись, и поэтому нам нужны какие-то, ну, знаете, фишки про нашу компанию, какие-то вот яйца. Давайте я воспользуюсь пока вашими яйцами. Вот у меня лоток. Потом вырастут свои, и я вам ваши отдам. Отдам. С двойной этой, сразу, в два раза больше. Вот, понятно. Это вот первое. По поводу отзывов. Отзывы можно взять точно так же. Также отзывы можно написать самому. Но с первых шести клиентов нужно будет взять отзывы и заменить их на настоящие. То есть, если ничего нет, можно написать самому. А еще лучше сделать шесть клиентов, обслужить их бесплатно, и, не знаю, и запросить их отзывы. Или по минимальной цене, чтобы они написали отзывы. Или по минимальной цене. Это, ну, это будет намного лучше, потому что врать придумывать – это не вариант. Плюс, что еще можно делать? Если вы схантили какого-то крутого специалиста, и у него есть регалия яйца, вы можете их указать. То есть, например, если специалист работал в компании «Газпром», то можно, ну… Мы так в фонариках делали. Можно, типа, написать, что там велись работы с компанией «Газпром», потому что у вас есть сотрудник, который там уже работал с «Газпром». «Газпром», его регалия можно указать. Мы тогда фонарики продавали, розницу, вот, в начале самом. У нас, как бы, тоже не было и есть особо. И когда нас заказывали люди, вот, ну, заказывали, мы просто спрашивали, где эти люди работают. И потом в блоке наши клиенты написали там «Росбанк», там «Сибнефть», написали там что-то еще. То есть, ну, можно сделать так. Вопрос у каждого кармы. Да? Да, это один из вариантов. Но это кейсы мы дальше дальше. Классно, молодец. Молодец, да. Ладно, все, с яйцами понятно? Нет, вопрос. Стоит ли вообще выгодать, потому что вы в «Газпром» из «Газпром» избегаете на назначение? Нет. Еще, подожди, еще вот так, на. Это тоже нормально, то, что у вас есть такой вопрос. Это нормально. То есть, все, что у вас есть в голове, это нормально. И это не значит, что если вы задаете такие вопросы, вы что-то задаете. Да, это лучше, чем вы бы молчали. Потому что тут есть много людей, которые хотят задать, но не создают. Лучше задать и получить ответ. Так, и дальше. Получить ответ цифры 5. Следующий блок. Записываем. Блок «Наши услуги или наши товары». Да, вот смотрите, здесь важно для тех уже дальше, кто занимается услугами или кто занимается товарами. Для товаров сразу после блока яиц нужно разместить наш ассортимент товаров. Либо наши товары. Потому что человек, когда заходит на товары, то ему важно их увидеть сразу. То есть, да, он увидел там акцию, увидел яйца, и в следующий блок он должен увидеть товары. Он не должен быть внизу. Это, ну, по нашему там АП-тестингу, это лучше работать, чем когда товары внизу. Причем на порядок лучше, когда товары вот сразу идут. Да, дальше. Вопрос касаемый, сколько, там, интернет-магазин, количество товаров и так далее. Здесь важно понять, что лендинг – это не интернет-магазин. Большой ассортимент товаров на нем указывать нельзя. По той причине, что он будет перегружен, и люди все равно не будут все смотреть. Поэтому где-то вот мы для себя вывели количество товаров, которые нужно указывать, это в среднем 15. Плюс-минус. Ну, для человека это более комфортно, и можно товар показать там выгоды. Смотрите, для продвинутых, ну, мы сейчас говорим вам самую простую модель. Для продвинутых идеально делать под низкочастотные запросы конкретные товары. Для тех, кто сейчас не понял, не забивайте себе голову. Для тех, кто понял, это важно. То есть, под низкочастотные запросы в Яндексе делать конкретные товары на лендинге. Какие-нибудь качества это запросы о чем-то. Располагаются они одинаково. Вот, допустим, у вас розница или услуги. Вы располагаете их по три. По три товара в ряд. Фон белый, как вы помните. По три товара в ряд. Соответственно, этих рядов может быть там несколько. Располагается карточка товара, как обычно делается. Это название. Это картинка, фотография. Это старая цена, новая цена. Это краткое описание того, что вы продаете. И кнопочка подробнее, и кнопка заказать. Можно просто кнопку заказать. Лучше сделать и подробнее, и заказать. Кнопка заказать контрастнее, чем кнопка подробнее. Смотрите, тест на контрастность, то есть с удаленного расстояния. То есть, вот вы отошли, вот у вас компьютер. Вот вы отошли, вы должны видеть только кнопки. Ну, как бы, они должны вам бросаться в глаза. То есть, вот вы, ну, компьютер видите, да? Экран. Вот, допустим, флипчарт, это компьютер. Вы должны с этого расстояния видеть кнопки. То есть, они должны вам бросаться в глаза. То есть, они должны быть контрастными. Еще раз. Название, фотография, старая цена, новая цена, краткое описание, кнопочка подробнее, кнопка заказать. Это понятно? По три товара в ряд. Можно сделать, если у вас несколько категорий, можно сделать, допустим, часы от 1000 до 3000 рублей. Там шесть моделей. Часы от трех до четырех. Там еще шесть моделей. Часы от стальки-то до стальки-то еще. Можно сделать, если вы заморочитесь. И если вы хотите много ассортимента, это можно сделать. Как это делается? Тут делается, вот, допустим, у вас есть там две, да, вот таких строчки. Вы делаете еще такую кнопочку снизу. Там смотреть все. Человек нажимает, у него выезжает еще там пять полей. С полным ассортиментом. Понятно? Точно понятно. Либо, когда нажимаешь на кнопку «Смотреть все», всплывающее окно, где всплывающее окно направлено на сбор контакта. Понятно? Тут должны быть хиты. То есть, то, что сто пудово продается у вас уже. Смотрите, проблема есть в интернет-магазине. А? Их три или шесть. По три в ряд. Их может быть шесть, может быть... Смотрите, в большинстве случаев в интернет-магазинах продается, не знаю, 10% из всего ассортимента. Это популярный товар, который приносит большинство денег. Но это факт. Остальное все это один, два и так далее. Ваша задача на ланде указать вот эти вот хиты. Потому что их немного. Там, десять. Там, на какую-то категорию. И вы можете спокойно их указать, но не надо весь ассортимент вываливать. Потому что у вас все равно там не покупают. Дальше. При нажатии на кнопку «Заказать» всплывает окно. Какое окно всплывает? Давайте лучше мы вам покажем. А зайдите на бижутерию, пожалуйста. Или на хостел. Давайте на хостел. На хостел лучше. Вот, ниже пролистать. Да, да, там есть как бы, ну... Обычно говорят товар. Нажмите что-нибудь забронировать. Оставьте заявку на 14-местный номер. Можно дописать еще. Оставьте заявку на 14-местный номер, и мы вам перезвоним в течение 5 минут. Можно, да. То есть, понимаете, вариаций очень много. Это вот один из вариантов. То есть, при нажатии на кнопку «Заказать» у вас всплывает окно. А зайдите на «Акватренер», пожалуйста. «Акватренер», да. Пролистайте вниз. Вот, нажмите тут кнопку «Заказать». Вот, тут всплывает подробное окно. То есть, грубо говоря, с подробным описанием. Вон там тестовый урок, столько-то там, сколько стоит, что включено конкретно. Причем, заметьте, описание товара идет конкретными чекпоинтами. То есть, без воды, как вы любите. Вот такой текст писать, который никто не читает. Лучше напишите 5 предложений, но конкретных, четких. И справа форма заявки. Имя, телефон, e-mail. Кнопка «Заказать». Какая-то картиночка. Это понятно? Вопросы есть? Еще раз. Как размещаются товары? Потому что вопросы в глазах есть. Допустим, категории наши, давайте, допустим, наши товары. Нарисую еще карточку товаров. Я же рисовал. А, в смысле? Я рисовал. Допустим, вот у вас часы, да? Там, допустим, от 1000 до 5000. Тут вот. Тут название. Тут цена. Тут краткое описание. Тут там кнопки, да? Тут еще такой же ряд, да? Вот тут вот. Если у вас много товаров, можно сделать такую кнопочку «Смотреть все». При нажатии либо это уезжает вниз и открываются еще товары. Либо всплывает форма. Понятно? Либо всплывает форма заявки. Следующий там, от 1000 до 5000 вы посмотрели. Там следующая категория, там от 5 до 15. Ну и то же самое. Это понятно? Теперь лучше понятно, чем было. По поводу опта. Открывайте, пожалуйста, бижутерию. Пролистайте вот вниз, да? Внизу. Вот. Вот, нет, выше. Наш ассортимент. Сразу. 5379 моделей в каталоге. Сразу мы показываем. Чуваки, у нас много моделей. Модная бижутерия США и Европы. От 159 рублей. Важно показать, что от, самую низкую цену здесь написать по той причине, чтобы, ну, для людей это такой крючок. Они зацепляются за это. То есть от 159 рублей, да, у нас есть вот это вот слева брошка или что это такое. Да, 159, остальное там 500. Вот. И причем не просто модная бижутерия, а модная бижутерия США и Европы. Ну, прикольно. Следующий. Филиппинские украшения из натуральных камней. Там, ювелирные реплики премиум класса. То есть заголовки какие? Аксуар для волосы из Франции. Нажли на кнопку смотреть, все. Вот. Зарегистрируйтесь, чтобы посмотреть весь ассортимент с оптовыми ценами. Ну да, только здесь лучше оставить заявку, и это просто уже они изменились. Окей, это понятно, что это, что касается опыта. По поводу ассортимента. Понятно по опыту? По поводу ассортимента, как формируется ассортимент. Самое важное. Вы должны, вот давайте, вам про бабушек-кошательниц что-нибудь рассказывали? Про тип клиентов. Нет. Хорошо, ладно, тогда не будем об этом. Самое важное, вам сделать какую-то категорию вип-товаров. Ну, причем всем желательно. То есть, если вы в среднем продаете за 100 тысяч рублей, сделайте что-нибудь за миллион. Если вы продаете там за 10 тысяч рублей, то есть какие-нибудь часы, сделайте часы за сотку или за 200. Чтобы человек посмотрел, а, ну тут ребята продают вообще там часы по две сотки. Хотя там по рынку за десятку продают, ну в среднем. Вот. То человек понимает, что компания серьезная, как бы вещи дорогие тоже они продают. И, ну как-то... Во-первых, появляется уважение компании. И, во-вторых, человеку уже немного стыдно покупать самый дешевый товар, если тут есть товар на порядок дороже, чем... Давай по услугам. А, по товарам. Что еще можно сделать, что мы сейчас применили? Вот у вас есть... Мы применили технологию, да, как в магазинах на диване. Смотрите, у вас идет товар, допустим, там вот у вас завершается. Раз, два, три. Дальше. Здесь можно сделать заголовок, что заказав... Там, к примеру, массажное кресло. Да, если мы придаем массажное кресло. Массажное кресло прямо сейчас вы получите... Здесь, к примеру, там... Подарков на сумму... Да, 10 подарков... на сумму... Свыше 50 тысяч рублей, допустим. Да... Ну, окей... Свыше... 50 тысяч рублей. И здесь перечисление подарков. Не знаю... Наушники вон сребит стоимостью 10 тысяч рублей. Чехол для айфона стоимость полторы тысячи рублей. И в конце здесь счетчик... Который устанавливается не на 24 часа, а устанавливается где-то на минут... Ну, там... 5... 10... Чтобы из шейка мотивировать, чтобы он не уходил, либо он заказывает, либо все. Либо он подарки не получает. На лендинге должен задействовать принцип... Купи или умри. Да... Ну, да ладно, усложнять не будем. Вот так вот, короче. Дальше, что касается услуг. Либо у тебя по товарам еще что добавить, нет? Купи или умри. А давайте, что касается услуг. Наши услуги. То есть, если вы занимаетесь услугами, блок наших товаров делать не нужно. Значит, делаем блок наши услуги. Что здесь делается? Все ваши услуги можно разбить на пакеты. И это нужно делать. В данном случае обычно разбивается на 3-4 пакета. К примеру, возьмем услуги, какие у нас, детские сады. Что здесь можно сделать? Возьмем пакет. Сделаем вот так. Пакет какой-нибудь новорожденный. Пакет... Младенец. Пакет... Вундеркинд. Ну и пакет... Вип-ребенок. То есть, мы разбили детские сады на 4 пакета. Дальше, что мы делаем? В этот пакет мы расписываем, что в него будет входить. То есть, к примеру, здесь будет... Ну, конкретно сейчас придумывать не будем. Я думаю, логика будет понятна. В него будет входить, к примеру, там, месяц... Месяц в детском саду, да. И еще будет входить, допустим... Питание трехразовое. Питание, да. Там доступ к библиотеке. Ну, да, расписывать. Ну, сейчас логику просто скажу, дальше поймете. Цена... 5 тысяч рублей. Цена... Кнопка... Заказать. Дальше. Пакет младенец. То же самое. Да, плюс... Короче... Дублируем... Дублируем... Плюс... Еще у него входит... Занятия, да, в кружках там. Занятия английским. Занятия... Французским. Узбекским. А у нас это... Вандеркинды. И еще какой-нибудь там, не знаю, подарок. Подарок... От шеф-повара. Шеф-повар. Подарок памперсы Huggies. Набор месячный сразу же. Так в подарки, давайте реально делать такие, которые ценные для... Ну да, да. Но я не знаю, просто ценные или нет, это я так придумал. То есть, если вы продаете... Цена... Цена там, пускай будет 8900 рублей. Кнопка. Дальше. То есть, видите, здесь это меньше, это уже больше пакет. То есть, у человека возникает в голове ценность. Что, да, здесь 5, потому что меньше, здесь 8900, потому что больше. Окей. Пакет Вандеркин, да. Расписывайте, короче, делайте разблюдовку. Здесь уже вот так, допустим. Вот, да, здесь цена 16. А здесь вообще вот, уже вот так вот. Вот. И здесь VIP-цена. VIP-цену всегда ставьте от. То есть, от 25000. Почему от? Потому что, когда к вам приходит клиент, вы смотрите на клиента, и если вы хорошо продаете, вы можете продать ему дороже. То есть, не обязательно продавать за 25000, можно продать за 100000. Это очень важно. Да. Да. Работает, в Германии работает, да. Смотри, сколько ты сейчас зарабатываешь? Ага. Ну, тогда, да, тогда для тебя можно уже делать, там, на другие языки просто. Да, в Германии работает, в Германии работает. У нас просто ученики были с Германии вот в прошлом потоке. Все то же самое работает. Они продавали, у них был секонд-хенд. Да. Или были еще какие-то штуки. Ладно, давай дальше. Да, давайте дальше. Просто я почему это сказал? Для тех людей, у которых сейчас 0 рублей, ваша задача заработать хотя бы здесь. Хотя бы в России. Да, а то сейчас начнете делать. А дальше, после этого блока, идет блок обычно о компании. То есть, ну, в большинстве случаев, там, почему наша компания, там... Ну, так... Маш, почему нас выбрали 100 клиентов? Ну, это то же самое. Короче, блок идет закрытие человека на вашу компанию. То есть, почему там нас выбрали 100 клиентов в прошлом месяце. Почему с нами работают... С выше 3000 клиентов ежегодно. Вот. В этом блоке мы рассказываем о компании. То есть, здесь мы рассказываем также в виде яиц. Давайте откроем. Откроем бижутерию. Давайте бижутерию откроем, да. Так, где у нас? Не повыше, по-моему. По-ниже, по-ниже. По-ниже, по-ниже. По-ниже, по-ниже. По-ниже, по-ниже. Не-не-не-не, ниже, ниже. Они все изменились, что ли? Вот, 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 вот. Нет, это уже блок подарков. Ладно. Ну вот, вот, давайте, 7 причин, почему мы лучше других. Давайте вот это вот. Все, для... Для понимания проще всего. Ну ладно, давайте. Все, вот. Короче, забудьте все, что я сейчас сказал. Что? Делаем блок. Вот, блок. Допустим, 7 причин выбрать именно нас. Или почему 1,987 клиентов выбрали нас. Именно нас. То есть это... А? Похоже на яйца. Похоже на яйца. Похоже на яйца. Есть подозрение. Да. Так и есть. Но здесь логика другая чуть-чуть. Блока. Говорите. Вот тут вот, как бы, как работают все, как работаем мы, это так, ну, довольно таки нахально звучит. То есть тут можно написать негативный сценарий. А тут как, как, как работаем мы? Либо некачественные компании. Некачественные поставщики. Некачественные поставщики. То есть здесь нет конкретики на какого... на обсеряние какого-то человека, компании или так далее. Здесь просто, в общем, там некачественные поставщики. Что тут делается? Тут выбираются семь самых ключевых болей, которые есть на рынке. Самых ключевых проблем, которые возникают у человека. Что это может быть? Это может быть, допустим, необоснованная цена. Это может быть, допустим, большой уровень брак вообще по рынку. Допустим, доставка, долгая доставка. Что это еще может быть? Это может быть то, что вот вам купили товар, вернее, вам продали товар, а потом вообще на вас все равно. Ну и так далее. Либо запряли деньги и не отдали товар. То есть разное. Тут нужно выписать каждому... Нужно выписать семь болей на своем рынке. На это у вас есть две минуты. У меня есть две минуты. Это у вас есть две минуты, пожалуйста. У меня есть две минуты, пожалуйста. Продолжение следует... 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 мы тоже разводим мы делаем это красиво красивый развод не, не, ну хорошо по факту пришли выступать и что-то херней занимаемся да, круто да, жесткие такие моменты они тоже для теста, но в принципе они имеют право на жизнь потому что когда мы писали копирайтинг для Влада Чижевского, для Мори Шоу там один из пунктов был то, что типа, ну в большинстве компаний там аниматоры приходят к вам домой и у вас там пропадают вещи то есть это боль вот, дальше там аниматоры с больной психикой ну потому что ну это реально есть на рынке да, неизвестно, да, какие люди это боль для клиентов вот, всякие такие, ну жесткие вещи не надо жестко негативить но в данной нише это боль потому что аниматоры могут какие-то больные и там ваш ребенок потом пропадет в астрале давайте откроем бижутерию смотрите, как оформлять надо вот, поставщиков не интересует ваш успех тезис и следствие вам просто пытаются поскорее продать товар а дальше хоть потом продают товар, который есть у всех следствие вы находитесь в своем городе а еще хуже в своем торговом центре с десятком конкурентов у которых такой же товар стоит дешевле понятно? только да, здесь можно сказать чуть больше конкретики здесь изменили уже видимо они АБ-тестинг делают и меняют там то есть смотрите тезис, следствие и справа тезис, следствие у нас работают профессионалы вы получите ответ на все вопросы на все звонки на все письма кроме того, постоянным клиентам мы дарим услугу личный бизнес-консультант то есть делаем это в формате тезис, следствие следствие это понятно? как вы себя чувствуете? скажите, пожалуйста вы понимаете, что у вас сейчас знаний достаточно для того, чтобы запилить офигительно лундос короче, дальше давайте после этого давайте добавьте отзывы как мы работаем? давайте как сделаем? то есть еще возможно добавить там вниз два блока как мы работаем? как мы работаем и ну перед этим блоком можно добавить блок кейса то есть для кого это важно? это практически важно для всех например наши кейсы ну какой? вот у вас онлайн-журнал кейсы компания газпром вложенный их денег 10 тысяч рублей заработанных 1 миллион рублей даже кнопка подробнее нажимаешь там всплывают фотографии генерального директора и описание истории дальше и кейсы обычные 4 можно в бижутерии показать там бабушка или кейсы или результаты наших откройте бижутерии пониже повыше выше 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 да вот лариса лариса она гипнотизирует со мной взглядом лучше всего придает на этом лендинге лариса триггер женщина триггер женщина где она в груди котят вот видите то что есть конкретные показатели три магазина бижутерии интернет-магазин 120 тысяч рублей в месяц доход подробнее там два магазина в ТЦ айсберге ТЦ знаний 110 тысяч рублей в месяц доход конкретика дальше нажимаешь на кнопку подробнее там история откройте подробнее нажмите пожалуйста вот вот там сколько срок бизнеса конкретно витрины это вызывает доверие и краткое описание как она начала я начала где-то с ноября на тот момент было 5 поставщиков мы выбраны такая эльфийка да вот посмотрите вниз там пролистайте да это реальные текста поэтому чуть не надо быть странным окей это понятно это блок либо кейса либо блок наше портфолио да для услуг это просто очень важный блок перед там как мы работали в некоторых примерах как строительной компании важно это даже верху сместить там с какими строительными какие объекты потому что опять же что здесь вот в структуре лендинга есть одна важная ключевая вещь в зависимости от ниши вам нужно понимать что для человека в приоритете то есть если мы понимаем что в товаре в приоритете это товар да выше то в какой-нибудь строительной компании мы понимаем что в приоритете объекты которые строились для человека который ищет а дальше уже там о компании. И выше мы размещаем эти объекты. Наши портфолио, наши работы, наши объекты. Вот. Это наши кейсы всегда должны быть. Только слово кейсы не называйте. Это мы так называем. Тут слово кейсы не все знают. Я его сам бы не узнал. Портфолио. Наши работы. Наши работы. Результаты наших партнеров. Это важно. Важно людям показать. Окей. Они думают, окей, ребята классные. Вывали что-то сделано по факту. Конечно. Вот эти делали, вот эти делали, эти делали. Вот этим мы дизайн сделали, вот этим ребятам. Понятно. После этого блог, как мы работаем. Вы людям пошагово рассказываете, как конкретно вы работаете. Опять же, можно открыть ту же бижутерию. Да, давайте откроем бижутерию. Вот. Вы оставляете бесплатную заявку. Мы высылаем вам там пошаговую систему, прибыльный магазин. Высылаем вам... Ну да, здесь только нужно будет меньше сделать. Видимо, здесь добавили еще половину, потому что здесь было меньше. В общем, по шагам нужно... А, давайте вот Rockwell откроем. Там есть... Цертус, последний, последний, который... Последний, правее. Правее, Цертус. Да, да, ниже. Как мы работаем? Вот. Вы оставляете, вы оформляете заказ, через 10 минут связывается менеджер. А, в чем 30 минут вы получаете счет и оплачиваете, мы доставляем ваш заказ, удобно для вас время. Последний блок всегда в виде результата. Вы остаетесь довольны качеством товара и становитесь нашим постоянным клиентам. Если кто-то придает там детские сады, ваш ребенок доволен и поступает в школу. Да, последний пункт. Если это услуги там по... У вас, да, там... Вы получаете прибыль до, там, 10 раз. Финальный пункт. Дальше, кто занимается там товаром? Очень важно показать, сделать блок сертификаты и лицензии. Да, даже всем, наверное, уважаем. Ну да, даже если услуги, детские сады, там тоже аккредитации всякие. Это важно показать. Там, наша аккредитация, наши там сертификаты, лицензии, там, антисанитарные. Это все очень важно и важно это показывать в лейдинге. Дальше, какое, что еще важно? Отзывы. Отзывы и данные, и все, чтобы вас не перегрузить. Сертификаты и лицензии, понятно? У кого нет сертификатов и лицензии, возьмите какие-нибудь наши награды или там наши что-нибудь еще. Гарантии. Ну, ладно, давайте, вот этого хватит. Следующее. А смотрите, обычно делается блок наши гарантии, но вы наши гарантии можете указать там в яйцах. Ну, образно говоря, как в яйцах. Ну, к примеру, там, гарантия доставки за 24 часа. То есть, это вы бесплатной доставки за 24 часа. Вы здесь закрываете сразу три возражения. Слово гарантия, бесплатная доставка и 24 часа. Это можно в яйце, и у блока наши гарантии убрать. Дальше. Портфолио, как мы работаем, сертификаты и лицензии, наши гарантии. И последний блок очень важный. Отзывы. Как пишутся отзывы? Как у многих из вас написано отзывы. Заказал, все круто, доставили, супер. Да. Классные ребята, супер. Понравилось, закажу еще. Супер. Супер, супер, супер. Есть такие отзывы. Есть отзывы. Не понравилось. Но супер. То есть, вот как-то так вот пишутся отзывы. Понимаете, что ключевая задача в отзывах это закрыть, опять же, возражения человека. Откройте вот на бижутерии отзывы. Давайте лучше на акватренере. На акватренере. Вон, допустим, Аллегрова Инна. Яркий пример. Все, смотрите. Да, вот. Тренер занимался своим сыном в 4 лет. Полное взаимопонимание. Ребенок с удовольствием посещал занятия. Если ваш ребенок психологически готов к занятиям, то специалисты центра плавания смогут помочь ему стать чемпионом. Очень позитивный, жизнелюбивый человек. То есть, конкретно развернут. Фотография также, видите, сразу закрывает возражения фотографиям в отзывах. Ребенок довольный, с медалями. Все понятно. Можно даже не читать. Да. Короче, давайте нам пишем с вами модель идеального отзыва. Так будет нам проще. Модель идеальных действий. База знаний вы читаете, ребят? Почитайте статью про модель идеальных действий. Очень крутая. Ну, задание всем. Записывайте. Прочитайте статью в базе знаний модель идеального действия. Модель идеального отзыва. Картинка с результатом. Если вы продаете свадебные платья, значит, должна стоять невеста в свадебном платье счастливой с женихом. Если вы продаете плюшевых медведей, должна быть девчонка с плюшевым медведем. Если вы продаете, допустим, какие-нибудь детские сады, там должен быть счастливый ребенок. На фоне детского сада. На фоне детского сада. Или играющий, там, ребенок. То есть, картинка с результатом. Это важно. Результатом или процессом. Если это часы, то клиент на фоне витрины магазина с часами на руках. Или вот так, как-нибудь с часами. Из запчасти человек в машине нормальный. Ну, если реклама, то... Опять же, в офисе довольный бизнесмен какой-нибудь. Смотрите. В костюме. По поводу, опять же, картинок, по поводу всего стиля лендинга в целом. Вы понимаете то, что детские праздники и банковские гарантии продаются по-разному. Вы понимаете, что дизайн на детских праздниках один, на банковских гарантиях дизайн другой. Понятно? То есть, это я вам говорю к тому, то, что ориентируйтесь вообще, к кому вы конкретно продаете. Что эти люди привыкли видеть и что они хотят видеть. То есть, соответственно, в вашем случае, если это, допустим, какие-то начинающие предприниматели, значит, что должен быть начинающий предприниматель. Если это бизнесмен, значит, что должен быть бизнесмен. Ну и так далее. Картинка. ФИО. Город. Ну, ФИО или имя. Ну, или просто там фамилия и имя. То есть, как хотите. Город. Желаемая должность или принадлежность. КЦА. То есть, допустим, менеджер среднего звена, или домохозяйка, или начинающий предприниматель, или владелец розничной сети, или там президент нефтяной компании, ну и так далее. Понятно? Должность или принадлежность к ЦА, чтобы люди здесь увидели людей из своего круга общения. Грубо говоря, если вы продаете для... Если вы продаете нефть, то, значит, вы должны тут отзывы тех людей, которые... Которые... Допустим, кому можно продать нефть? Да, то есть, по человеку, который в отзывах, он сразу должен быть понятно, что это человек, который готов купить такой товар и за такие деньги. Да. Знаете, это как там на продажу нефти ставят какую-нибудь девочку-блондинку. Да. Ну, как-то это странно. Плюс человек должен здесь увидеть себя. Клиент должен посмотреть отзывы и поймет, а, ну такие же ребята, как я. То есть, опять же, вот военные часы, какой-нибудь военный, рыботяга, да, чуть-чуть выбивший, может быть, чуть-чуть синяком под глазом. Да, я шучу. Соответственно, да, то есть, ну какой-то образ должен быть таким и с часами, чтобы принадлежность была человека к человеку, который на картинке. И самое важное, текст отзыва должен закрывать боли, которые есть у клиента. То есть, не надо, супер, мне понравилось, класс, пацаны вообще, ребята. Такого быть не должно. Смотрите, как делать. Откройте быстро мастер, пожалуйста. Быстро мастер, у вас там точно сохранено на компе. Как должны быть здесь отзывы? Давай там быстро мастер разберем. Ну, давай на быстро мастер. Я просто хотел сказать, чтобы как они запрашивали отзывы. Смотрите, отзывы запрашиваете у клиентов в каком-то формате. Вот, здравствуйте. Привлизьте, приблизьте. Напишите нам, пожалуйста, отзыв в формате 5 причин, что 5 главных выводов, которые вы сделали при нашей работе. Фотография довольно специфическая. Это не для вас. Ну, смотрите, какие проблемы? Вот, отзыв. Я живу одна, сантехника, когда проблемы... Блин, слушай, мне так и не прислали, так Ленинг помнишь по восточным танцам? Вот, блин, сейчас бы его показать. Короче, ну ладно, давай. Вот. Проблем вроде никогда не было. Через пару часов в гости, а у меня ванный засор. Думала, не успею. Обратилась в фирму, так как посоветовала подруга. Все проблемы быстро и качественно устранили. Сантехник казался очень приятным молодым человеком. Довольно качественного обслуживания. Знаете, какая конверсия у этого лендинга? У этого лендинга она достигала там максимально 44%. Может, там, конечно, трафик не целевой шел? Ну, тут смотрите, какие проблемы. Во-первых, то, что женщина, если одна, реально что-то случилось, она не знает, что делать. Вот тут я живу одна. Во-первых, бывает так, что что-то сломалось, а надо чинить срочно. Тут это показано. Обратилась в фирму, так как посоветовала подруга. Уже показано то, что фирму рекомендовали. Следующее. Все проблемы быстро и качественно устранили, плюс сантехник нормальный пацан оказался. Потому что бывает то, что там сантехники какие-нибудь... Алкоголики. Алкоголики, там, все грязные, неопрятные и так далее. Вот следующий отзыв. Здорово, что есть такие фирмы, говорят, подходят к работе ответственно, потом никаких претензий не возникает. Починили проводку, люстры, розетки, все быстро и недорого. Там, давайте ниже что-нибудь. Вот. У меня вечно возникает проблема с электриками. Кто берут оплату выше, чем договариваются, кто делают тепляк, кто еще что-нибудь. А тут решил обратиться в быстромастер. Во-первых, лишнего не взяли, во-вторых, делали все на своих, и в-третьих, грязь не разводили. Все было чистенько, аккуратненько. Боли закрываются? Муж на час. Мне кажется, там по-любому, сцелевый трябик шел. Понятно? Или нет? Сцелевый не спрямились. Нужно было сделать мелкий ремонт. У тебя какие-то странные мысли в головах-то. Так. Я сейчас на полчаса приехал, бастер славянской внешности. Выслушал все и сделал все так, как я сказала. Очень приятно. Очень приятно, что я был настоящий профессионал. Никаких денег не жалко. Отзывов должно быть шесть. Потому что пять. Потому что шесть. Потому что шесть, как бы, чтобы закрыть все возражения, как правило, шесть отзывов. Меньше, несерьезно. Больше, слишком много. Слишком длинно будет. Шесть, потому что пять. Шесть, потому что пять. Отличный ответ. То есть отзывов должно быть шесть. Все должны быть оформлены вот по такому формату. Можно добавить видео отзывы, аудио отзывы. Можно добавить благодарственные письма, написанные от руки и так далее. Ну, давай завершающий блок, соответственно, с этим все. Завершающий блок. Откройте БМХостел. Откройте, пожалуйста, БМХостел. Спасибо. Вниз опустите. Так, смотрите. Как нам добраться, либо как нас найти. Какая здесь прикольная фишка? То, что есть карта. Карта интерактивная, ее можно пролистывать. Дальше здесь на адресе сразу же написано, как добраться текстом. Это очень важно. Всем важно знать, как там дойти до этого хостела. Дальше здесь есть форма заявки. То есть человек, когда вниз опустил, он всегда может заказать. То есть, когда человек пролистал лендинг вниз, всегда должна быть форма заявки. Запомните. В одном блоке мы закрыли три различных блока. То есть, это укорячивает место, и это сейчас круто работает. И подвал, это дублирование в основном шапки. Это там БМХостел, телефон обязательно. И там, закажите обратный звонок, если есть кнопка. Как нам добраться тоже, почему важный блок? То, что люди понимают, что вы действительно существуете. Пусть даже это ваш домашний адрес. Пусть то, что вы действительно есть, то, что вы реальные бизнесмены, реальная контора. Вот. Поэтому, как нам добраться, тоже обязательно. Подвал, как шапка. Что-то я еще хотел сказать. А, про формы заявки. Формы заявки должны идти каждые два-три блока. Три, давайте записываем. Каждые три блока. Давайте три, да. Для чего? Для того, чтобы человек прочитал, закрыл какие-то возражения у себя в голове, оставил заявку. Прочитал, закрыл возражения, оставил заявку. Прочитал, закрыл возражения, оставил заявку. Тот, кто много читает, сразу пролистывает вниз. Есть люди, вот, наверное, среди вас есть люди, которые просто листают по-быстрому вниз, смотрят что-то быстро, эмоционально принимают решение. Вот специально для таких людей форма заявки вот в самом низу есть. Тоже ее обязательно поставьте. Так, 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 что ты еще хотел сказать? Вопросы? А, смотрите, опять же, если у вас три длинных блока, то форма заявки должна идти не после трех, а после двух. Потому что если у вас три длинных блока, это поллендинга, то форму заявки нужно воткнуть между ними. Цифра пять. Пятое правило. Окей, смотрите, давайте, в принципе, у нас, наверное, ну, вот все, что мы рассказали, это сейчас даст вам результат в виде конверсии, если вы сделаете все правильно, то, что мы сегодня сказали, и не засрете. Но! Но! Все, что вам рассказали, это вот это вот. Сейчас просто нет смысла вам перебежать голову, по той причине, что сделайте сначала это, а потом сделайте хотя бы сейчас на тройку, чтобы потом делать уже на пятерку. Поймите, что это и как это, и после этого уже двигайтесь дальше. То есть, мы сейчас можем делать идеальный лендинг, лендинг, но вы, зная вас, зная статистику, зная воронку и конверсию, которая с занятий, говорит о том, что вы будете делать это месяца два. Поэтому сделайте сейчас хотя бы минимум какой-то. давайте мы по этому, в конце, по этому поводу расскажем. Смотрите, давайте сейчас формат какой? Сейчас сначала давайте мы зададим вопросы. Я понял. Ну, давайте. Давайте. Для тех, кто хочет у нас что-то заказать. Есть сайт. Лендинг пейдж. Знаете, вы когда зайдете на сайт, увидите, что этот сайт не подходит ни под одним правилом. Нам конвертирует довольно-таки хорошо. А знаете почему? Потому что, ну, сейчас там у нас в основном это там, грубая с Рафанрадио, нам не нужен там сайт, который там... У нас нет ни Директ, у нас нет ни Дворц, у нас нет... Нам не нужен грубая сайт для холодных продаж. И фишка вот в чем. Вы зайдете на этот сайт, да, и даже этот сайт умудряется у нас воровать. Это настолько смешно, что там шрифты и форма заявки. А еще у нас три человека уже, мы видели, как, ну, просто копировали наш сайт. Они же нужны, это какая-то секретная технология. Вот, а это сайт чисто для того, чтобы не воровали наши сайты. Да. Лендинг пейдж.бз заходите, оставляйте заявки. По ценам. Короткие ленды от 50, длинные... Тысяча рублей. Длинные ленды от сотки. Вот. От сотки. А? Ну, давайте это вы потом узнаете. Это, ребят, это не тема сегодняшнего, да, нашего семинара. Оставьте заявки, все узнаете. Длинные. Какие у вас вопросы лучше будут, короткие или длинные? Длинные. Как правило. Если вы хотите что-то основательно продавать, то длинные. Короткие, как правило, делаются для теста ниши. Идеальная модель, это и то, и то, для б-тестинга с различными штуками. Но, опять же, это вам рано еще. Вы сначала определитесь с нишей, и дальше уже эту нишу фигачите. Окей, давайте вопросы, какие у вас есть. Давайте сейчас блок будет 15 минут вопросов, и будем завершать. И потом я вам скажу, напустите, перед... Там практически на все вопросы мы ответили. Мы сейчас рассказали структуру лендинга по порядку. Нет. Ну, да, ребята, это просто время. Мы же рассказали все. Давайте дальше. Нет, не надо. Нет, никакие карты, оплаты не надо, только заявку. У кого-то есть бутылки с водой? Дайте, пожалуйста, мне бутылки с водой. Это отдельно. Есть еще что-нибудь? Они боятся уже, что сейчас... Да, вот просто дома нет воды. А кола есть у кого-нибудь? Не вода. А вот, давайте мне стеклянная. Это я вам на пустое скажу сегодня. Мы просто сдаем бутылки, поэтому нам не хватает. Да, наша ниша. Это так, я не с ним. Нет, давайте, вопросы пока. Давайте, да, да. Вот когда по поводу картинки, вы говорили, атмосферная картинка, а вы пробовали тестировать в паралаксе фенчер? Какой? Паралакс. Это когда несколько своем, как за ногу заезжает. Это вот сейчас к этой теме. Я вам скажу про паралаксе фенчер. Я понял. Нет, мы не пробовали. Нет. Попробуйте. Лиз, попробуйте. Круто, круто. Пятый пункт. Ну, грубо говоря, на данный момент работает это. Иллюстрация, возможность, работают для каждой ниши по-разному. Нужно тестить. Давайте. А, кстати, да, давай расскажем, как подрядчик выбрать. Смотрите, как фильтровать подрядчиков. То есть, это достаточно такая больная тема для многих. Ну, достаточно простой фильтр. Вот первый, первый, как мы работаем, к примеру, не с лендингами, а с другими вещами, которые нам нужны. К примеру, что нам нужно найти для менеджера в продаже, да, найти HR, управляющего директора. Что мы делаем? Первое, мы обращаемся к, ну, у нас круг общения достаточно сейчас такой, ну, высокий в плане бизнеса, да, у людей, поэтому, в этом плане, как мы действуем? Мы просто узнаем у этих людей, есть ли у них проверенные компании, с которыми они работали, и у которых, с той проблемой, которая нам надо, все круто. Это первый фильтр, То есть рекомендации, двух словах. То есть рекомендации. Первое, запишите себе. Спрашивайте у чуваков, крутых, с кем они круто работают. Но опять же, если там это ваши знакомые, то они вряд ли вам посоветуют Васю Пупкина, который сделает вам говно. Но опять же, ему могут сделать хорошо, вам плохо. Очень важно, здесь в работе... От вас тоже очень много зависит. Да. Вы должны понимать, что если, вот, человек, какие бы деньги вы не заплатили за лендинг, человек, который должен переживать за лендинг, это не компания, а вы. Просто есть миф такой, что даже если люди платят там полмиллиона, они должны сидеть на попе ровно и ждать чуда. Нет. Создание лендинга это совместная работа с компанией. Если вы работаете с низким качеством компаний, то у вас уровень ответственности 99% за ваш лендинг. Если вы работаете с высоким уровнем компании, то 50%. Но он тоже есть. 50 на 50. 50 на 50, да. 50 на 50. 50 на 50. 50 на 50. 50 на 50. Если бы у вас там не было этого семинара. Вот давайте сейчас зафиксируем так. Для тех, кто сейчас тестирует ниши, у него задача, да, 5 тестовых ниш, делать лендинг, к примеру, не знаю, за 300 тысяч рублей, это бессмысленно. То, что вы сейчас выбираете лендинг, вы сейчас выбираете нишу. Если вы понимаете, что вам нужно делать лендинг в той нише, в которой вы хотите заниматься, не один год, вот вы видите, что вот, да, вот вы сейчас как минимум год, не знаю, там полгода, но хотя бы, что вы сейчас будете этим заниматься долго. Я понял, сейчас подождите, я к другому веду. То, что у большинства сейчас здесь такая проблема будет, то ваша задача, если вы занимаетесь уже какой-то нишей, найти крутых специалистов в этой нише и сделать у них, да, потому что вы, для вас это инвестиция, для вас это актив, и вы получите результат. Вот, это важно фильтровать. То есть, если вы там 5 тестовых ниш, то не идите к крутым специалистам, вам это не надо. Вам достаточно будет знаний, которые мы сейчас вам рассказали, чтобы сделать уже там отдельный дизайн, отдельный программ. Но, если вы уже четко определились, чем вы хотите заниматься, то, что вы стопудово знаете, что вы этим будете заниматься, надо делать сразу круто. Ну, иначе, опять же, вы... фишка в чем? Знаете, какая? В том, что проходит 3 месяца коучинга, все понимают, что нужно делать крутой лендинг. Потому что сделали уже 10 говнолендингов, и результата нет. Поэтому, ну, как бы, мы сразу предостерегаем вас. Но для теста ниши нужно понять, чем вы хотите вообще заниматься. Получить первые звонки и прочувствовать, а то ли это или нет. Дальше, к выбору поставщиков, смотреть работы первые. На этих работах должны быть ссылки на эту компанию. То есть, если вы заходите на сайт, например... Если вы видите, короче, у кого-то наши работы, смотрите вниз, пролистайте, там мы везде ставим, сделано руками. Да, да, копирайтинг. То есть, первое, это вот так вот фильтровать. То есть, если вы видите, что у компании крутые работы, то, соответственно, это нормально. Дальше. Еще один фильтр, запросить рекомендации. То есть, запросить рекомендации у клиента. То есть, здравствуйте, там, все круто, но дайте пять ваших клиентов. Вот мне нужен этот-это лендинг. Дайте пять рекомендаций, чтобы мы им призвонили и сказали. Но это для тех, кто в холодную. В холодную ищите. Вот. Окей. Да. Ответил на вопрос? Я хотел добавить, как я его нашел. Я попросил сотрудников посмотреть по нашему, по нашей нише первые 30 сайтов и выбрать, которые понадобятся. А когда я посмотрел, оказалось, что три из четырех сайтов, которые выбрали, делал один и тот же человек. Ну, был обычный приваритель. Но обратился, он сейчас делает сайт. Я знаю, что завтра я поеду делать лендинги для того, для тебя. Отлично. Да. Самое главное, чтобы был результат. Вопросы есть еще? Да. Последние три вопроса. А что вы делаете? Оптом продаете? Что оптом? Не оптом. А. Какой опт секшоп просто? Ну, да. Да. Отдельно. Отдельно. Попробуйте отдельно, да. То, что, смотрите, то, что сейчас работает, не надо убирать. Это работает, это приносит деньги. Только докручивать. То, что вы хотите протестить, это отдельно. Вот. Ну, я ответил на вопрос с цифрой 5. Давайте, осталось два вопроса. Ребята, вот несколько раз вы делали акцент на то, что вот это должен быть белый. То есть, белый фон, да? А в то же время, в примерах, было Бутакан и Сын. То есть, ну, такие, как примеры, примеры, с Сынки. Все. Говорите, почему мы сказали вам белый фон? Потому что для вас проще всего будет сделать белый фон. Я почему спрашиваю? Потому что у меня ванильник с темным фон. Для вас проще всего будет сделать белый фон. Дизайнеры, скорее всего, либо вы сам, либо ваш друг, которого вы кормите, либо фрилансер за 1000 рублей. Поймите одну вещь, что сейчас вы столкнетесь с проблемой, что вы будете либо это делать сами отстойно, либо вы закажете отстойно. Но, чтобы снизить фактор риска, чтобы у вас на выходе не было совсем говно, мы говорим, сделайте белый фон. Все. Это уже уберет факторы ваших кислотных фонов, непонятных шрифтов и так далее. Кстати, еще шрифты на лендинге не должны быть курсивом. Вот. Ну, это важно. Почему? Шрифт простой какой-нибудь. Да. А сейчас давайте другой вопрос. Вы же просто задавали. Яндекс.Метрику подключите. Яндекс.Метрику, Google Аналитик, АП-тестирование, просите программиста написать скрипт для сплит-тестирования, АП-тестирования. Вот. Ну, для вас это просто. Это пять картинок, пять заголовков, то, что вы говорили. Да. Ну, просто для большинства сейчас аналитики хватит Яндекс.Метрику. И все. Сколько заходит на сайт, целевые, нецелевые, какие источники трафика. Какую картинку можно выбрать, лишь отцовую поставку, если это вообще? Ребят, кто знает, какую картинку выбрать? Много вообще. Ты прав. Сейчас я отвечу на ваш вопрос. Целую страницу, чтобы нарисовать цифру пять. Качество. И вот. А у регионов нельзя? Процесс или результат? Человек на складе, их нет овощей, вокруг него ящики там с фруктами, с помидорами, с картошкой, может быть какая-нибудь машина там, или человек рядом с машиной полностью набитой там картохой. Что-нибудь такое? Какая-какая картинка? Женщина с котенком и картошкой между цитками. На, это. Да? Как брелок. Картошинка одна такая. Хочешь заказать картошку? Звони. Жми. Жми. Восемь пять, три, пять, да? Да. С того, что минимально, какое количество кликов надо с гибели? Пятьсот. Во, это хороший вопрос. От пятиста. А по бетестингу? Пятьсот. Для по бетестинга это больше. Для того, чтобы понять, куда они конвертируют или нет, там пятьсот кликов только целевых. И, и, очень важно, какие будут клики. Да. Ну, это, как бы, отдельная история, это у вас на занятиях. Рассказать важно целевой трафик. Да. Целевой трафик, что это такое? Это, к примеру, если вы продаете овощи оптам, то переход на сайты по запросам овощи оптам, а не овощи на рынок для собак. Собак. Вот, понимаете? То есть, это не целевой. Ну, как бы, он более-менее целевой, но он околоцелевой. Вы поймете только по целевым запросам. Еще вопросы? Нет, нет, давайте другое. Нет, расскажите. Можете сделать. Да, ну, протестируйте, как бы. Протестируйте, можно. Ну, это, как бы, определенный такой сложный, ну, как сложный, это скрипт, да. Сделайте, протестируйте. Ну, мы, как бы, это не делаем, у нас и так нормально, но если вы хотите сделать. Может, будет лучше. Да. Давайте дама. Дама в очках. Да, вы. А, хорошо, в лейтинг и индирект, есть ли, чтобы, как-то, как-то, как-то. Да. Опять же, если это крутой подрядчик. То есть, если он делает канал лейтинг, вряд ли он сделает крутой директ. По поводу точек захвата, допустим, было ли у вас такое, что разные точки захвата, ну, на это по себе бы, например. Я, мне не церпится вот это подряд. Кинешь потом, ладно. Например, заказать расчет заявочек, потом ниже идет, там, вызовы специалиста, когда ты закрываешь какой-то страх, и потом страхами... Да? Да, это кнопка. Вот то, что мы рисовали, кнопку, к примеру, посмотреть, там, весь ассортимент, да, нажимаешь и там, оставьте заявку, чтобы посмотреть весь ассортимент. Если про вызов специалиста идет, кнопка, там, вызвать специалиста, нажимаешь на нее и форма заявки всплывает. Или вот как на бижутерии. Вот, бижутерия, откройте, пожалуйста. Только просто, чтобы не совсем много было, чтобы кнопка... А, ниже, ниже, ниже. Ниже. Выше, 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 выше. Еще выше. Вот, вот, вот. Сколько я могу зарабатывать? Смотрите, какая замечательная штука. Давайте объем закупки 100 тысяч рублей, допустим, смотрите на монетку справа. И сдержки, допустим, 15, и на оценку, там, допустим, 200 процентов. Вот, чувак получает. За 12 месяцев я получу 3 миллиона 240 тысяч рублей. Кнопка «Хочу такую прибыль». Человек нажимает, получите бесплатный доступ, плюс бесплатно там, и так далее. Прикольно. Это к вашему вопросу, да? Опять же, калькуляторы это для продвинутых, вам сейчас не стоит забывать. Там монетки круто, да, там двигаются? Нам нравится. Есть вопросы еще? Нет, ну, отлично, надо завершать. Давай расскажи им. Хорошо, смотрите, сейчас, вот даже сейчас у многих такая проблема. В БМ вам дадут знаний больше, просто, чем достаточно. Кто уже реально понимает, что вам уже дали знаний, кучу, прям кучу знаний, которые, в принципе, если использовать, то можно результат добиться. Но какая ситуация? Вот вы. Это вот знания в разных областях. Вот про эти какие картинки вы спрашивали? Паралакс-эффект. Паралакс-эффект, да. Ритя, вот, допустим, вам что-то рассказали про ланды. Вот это вот, допустим, бутылочка с ландами. Вы открыли, немного попили, чуть-чуть. Попробовали, вроде работает. Ну, окей, такие, а что еще есть? На БМ приходит, там, ну, что еще есть? Там, нам же вроде про директ рассказывали, да? Такие, ну да, да, директ есть. Вот есть директ, вы пришли, открыли. Тут вот знания по Яндекс.Директ. Чуть-чуть попили, чуть-чуть. Работает. Как бы настроили? Настроили, ну да. Ну, работает, но хрен знает. Ну, заинтель настроили, и потом опять следующая задача. Ну, хрен. Знает. Вроде говорили Google AdWords, да? Что-то я слышал, есть Google AdWords, говорят, бомба вообще. Да, работает. Работает. Круче, чем Яндекс. Круче, да, вроде да. Так, Google AdWords. Попили. Работало. Еще раз попили. Работает, да. Ну, вроде сработало. Ну, а что еще есть? Есть что-нибудь интересненькое? Интересненькое что-нибудь? Что-нибудь поэкзотическое, так сказать? Ну, давай, наверное, настройку в социальных сетях. Это важно. СММ есть, сказали. Чуваки, есть СММ? Круто, это сейчас работает, тренд ВКонтакте, Фейсбук. Да, хочется узнать об этом. Хочется, да, там попробовать что-нибудь новенького. Новенького же надо. Вот СММ открыли, глотнули, выплюнули. Что-то как-то не идет. Как-то не идет, ладно, закрыли. Потом, что-то, ну, СММ попробовали, Лендос, Директ, AdWords, СММ. А, Артем, а давай еще что-нибудь? Вот хочется еще что-нибудь сделать. Приходят, а что-нибудь, ребят, что-нибудь еще есть? Или вот там, Петя с Мишей спрашивает, что-нибудь еще есть? Ну, есть, там. Ну, марксинг-кит. Марксинг-кит есть. Марксинг-кит. На холодной продаже. Ого. Попили. Ну, да, пошли заявки. Продажа, продажа пошла. Пошло, пошло. Еще раз. Пошло. И потом, а, блин, завтра же занятие. Я что-то слышал про email маркетинг. Email маркетинг, да, работает. Что-то слышал, что-то есть, точно, есть. Email маркетинг. Вы. О, цепочка касаний. Цепочка касаний. Двушаговая. Да, что-то, а знаешь, я вот что-то слышал, то, что можно как-то вот, на лейнинге внедрять АБ-тестинг, в зависимости от того, с какого трафика он идет, плюс, я что-то слышал, есть какие-то перфокартинки, 3D какие-то изображения, они и конверсируют. И инфографика еще. И инфографика. Ну, такие, да, есть чуваки, ну вот. Ну, да. Есть что-нибудь еще? Итог такой, то, что у вас перед вами в итоге куча открытых бутылок, из которых вы попили вот столько вот, и вы просите все новые и новые бутылки со знаниями. И везде у вас это все сделано на единицу с плюсом. То есть лендинг у вас на двойку. Вы попробовали лондоз, ну, прикольно, что-то сделали. Что-то услышали про СММ, попробовали СММ, попробовали Директ, попробовали AdWords, попробовали имейл рассылки, ну и так далее. Хотя, итог, всего вашего коучинга сведется к двум вещам. Это лендинг. Трафик. И это трафик. Все. Вам, по большому счету, не нужно больше ничего. Ни СММ, ни имел. Ну, как же СММ, ну, пожалуйста. А как же цепочки касаний, да, что-то слышали же? Цепочки касаний, что-нибудь там, какие-нибудь SEO, какие-нибудь офигенные штуки, какие-нибудь суперскрипты продаж инопланетные. То есть у вас вот должны быть две задачи ключевых. Это должен быть лендоз нормальный. Если вы начали пить, ну, присоситесь к бутылке, хорошо. Сделайте нормальный лендоз. И у вас должен быть нормальный трафик. Качественный. Качественный трафик. Опять же, но это не говорит о том, что, к примеру, там, вот эти все бутылки, они важны. Но они важны в том случае, когда вы здесь не сделаете через жопу. Тогда вы уже тут попили, ну, хотя бы... Наполовину. Наполовину. То есть, опять же, у вас будет на коучинге прям интенсивный, да, это надо для того, чтобы вы все были в тонусе. Но для вас вот такой секрет, что сейчас вам рассказали для лендинга. У вас будет время, чтобы отпить эту бутылку наполовину, сделать нормальный лендоз. Дальше вам нужно будет сделать нормальный трафик. Время, там, недели, это хватает. Но просто возьмитесь, если у вас задание, там, сделать трафик, целую неделю фигачите только трафик. Не занимайтесь ничем, кроме этого. Это вот наше напутствие вам перед коучингом. То, что мы уже, пройдя там, через нас, через наставничество, прошло там больше двух тысяч человек, наверное. Мы можем сказать, что у всех одна и та же проблема. Говняный лендинг. И куча бутылок открыта. И еще у кого-то даже есть, знаете, такая бутылка с Кока-Колой. Что-нибудь там, инопланетное какое-нибудь штука, кто-нибудь точно придумает. В Инстаграм. А вот, знаете, я вот продаю бетон, да, цемент, бетон. Я вот думаю, Инстаграм. Я что-то вот слышал, в Инстаграме есть, да? Да, Артем, вы можете в Инстаграме это продвинуть. Я думаю, наверное, надо, причем надо упороться, но, блядь, сделать Инстаграм. Да, давайте целый месяц мы сейчас будем делать с вами Инстаграм. Давайте, 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 в Инстаграм. Смотрите, нужно будет аккаунт создать. Я бетон. Я бетон, да, и нужно будет фолловер набирать. Ну да, я что-то слышал, но говорят, крутая тема. Да, давай делать. А у самого лендинг с конверсией полпроцента. Понимаете, что вам нужно сделать лендоз, чтобы дальше гнать на него трафик. И если у вас будет говняный лендоз с дырками, то какой бы вы трафик ни настраивали, у вас все будет выливаться через говняный лендоз. Ну это, в общем-то, наверное, наше такое вам напутствие перед коучингом. Делайте нормальные ленды, делайте нормальный трафик, и все у вас будет хорошо. Какие-то вопросы есть? Продающая структура, продающая тексты, то, что мы вам сказали. Структура, текста, дизайн, все остальное. Может ли с подрядчиком лендинга в оффлайне встречаться? Да. Да. Делаешь отдельно лендинг под подушкой под беременных. Как совместить отдельный интернет-магазин и отдельный лендинг? Ну, делаешь отдельно лендинг, делаешь отдельный интернет-магазин. Все. Тебе приходят заявки отдельно с лендинга, отдельно с интернет-магазин. Трафик пускаешься туда и туда. Да и вот тебе сказали. I love me.su. Отдельно лендинг на опт, отдельно сайт на розницу. Посмотрите у них. А я директивно попью. Инстаграм. I love beton. I love beton. Я, например, видел по окнам, сайт, он же лендинг. Если заходишь, например, в этот интернет-магазин, окна для коттеджа. Заходишь на сайт, и там сделает лендинг. Чисто для окон, для коттеджа. Супер. Это под страницей от того большого коллекта, но ты не можешь перейти вешать на большой сайт, и что все. Это идеальная модель. Окей. Это как бы не для уровня сейчас, который здесь. Дайте я прям по существу. Есть вопрос? Да. Отлично. Да, вон еще один. Чтоб все вместе он делал. Ну, если с точки зрения, если вообще нет в интернете картинок на ваши темы, да, ну, такие бывают, если вы продаете шапочки для сов, то вряд ли в свободном доступе будут шапочки для сов. И нужно будет, ну, реально найти сову, надеть на нее шапочку и заказать профессиональную фотосессию. И разместить ее на главную страницу, потому что в интернете этого нет. Но, знаете, ниша довольно-таки перспективная. Софта много у нас, а шапочек никто не продает. Вот, ура, новая ниша для теста. Да, то есть, ну, как бы, если совсем уже просто голяк, то есть мы искали, там, 3-4 дня фотографии, вот, ну, реально крутой женщины в шубе. То есть, да, ну, мы как-то ее нашли. Но если бы мы, к примеру, не могли ее найти, мы бы сделали бы там фотосессию. Ну, им шапочку для сов просто поставили. Чего-чего? Девица. Не-не, там просто лендинг, это короткий, он направлен на определенный источник трафика. Там под свои цели он сделал, нет. Лучше сделать. Ну, лучше сделать, но просто что-то подумать с людьми. Может, фотографии вопрос. Вам нельзя задавать вопрос. По существу есть вопрос? Ладно, давайте туда завершать. Все, всем спасибо. Которая сегодня была до вас донесена, она актуальна? Да. Ну, классно, супер, мы рады. Давайте делать хорошую. Супер, молодцы. Ребята, пацаны. Пацаны, вообще ребята. Супер, спасибо, все супер. Класс.